здравствуй дорогой слушатель этой аудиокниги я для тебя стараюсь сделать аудиокниги в хорошем качестве от тебя прошу в знак благодарности подписаться на этот канал и поставить лайк к этому видео приятного прослушивания введение кто мы такие почему мы здесь куда мы идем я пытался ответить на этот вечный вопрос в своей первой книге путешествие души опубликованный в 1994 году издательством левелин многие люди говорили мне что эта книга помогла им раскрыть их внутреннее я поскольку раньше им не приходилось читать книг с таким подробным описанием жизни в мире духа кроме того изложенная в ней информация подтвердила и укрепила их глубокое внутреннее знание о существовании их души после физической смерти и о цели их возвращения на землю как только книга появилась на прилавках магазинов и позже когда она переводилась на другие языки я стал получать письма читателей со всех концов мира спрашивавших меня будет ли продолжение книги долгое время я давал отрицательный ответ материалы моих многолетних исследований было нелегко обработать и в конце концов представить видео объемной книги о нашей бессмертной жизни и я полагал что написав путешествие души я уже сделал достаточно большую работу во введении книги путешествие души я писал что с самого начала был традиционным гипнотерапевтом и скептически относился к использованию гипноза для метафизических регрессий в 1947 году когда мне было 15 лет я ввел в состояние гипноза своего первого субъекта и я определенно был приверженцем старой школы они как не нью-эйджером поэтому когда работая с пациентом я нечаянно открыл врата в мир духа я был ошеломлен мне казалось что большинство специалистов занимавшихся регрессиями в прошлой жизни полагали будто наша жизнь в промежутке между жизнями это просто период смутной неопределенности служащий лишь мостиком из одной жизни к следующей вскоре я понял что должен сам разработать пути пробуждения воспоминаний субъекта о его существовании в загадочном мире духа после многих лет методичных исследований я наконец смог выстроить рабочую модель этого мира его структуры и закономерностей и мне стало ясно что процесс гипнотерапевтической регрессии может принести колоссальную пользу моим пациентам я также обнаружил что не имеет значения являются ли пациенты атеистами глубоко религиозными людьми или придерживаются каких-либо иных философских убеждений когда они правильным образом погружены в сверхсознательное гипнотическое состояние их отчеты не противоречат друг другу именно по этой причине я стал как я это называю духовным регрессионистом то есть гипнотерапевтом специализирующимся на жизни после смерти чтобы представить широкому кругу читателей базисную информацию об этом я написал книгу путешествие души в которой постарался четко и последовательно описать ход событий после физической смерти кто встречает нас куда мы идем и что делаем как души в мире душ до того как выбрать тело для нового рождения такая форма изложения была задумана как наглядное путешествие во времени с использованием реальных историй из практических сеансов с моими пациентами которые подробно описывали мне свои переживания в промежутках между прошлыми жизнями таким образом путешествие души стали не столько очередной книгой о прошлых жизнях и реинкарнации сколько новым прорывом в метафизических исследованиях духовных сфер которые раньше фактически не исследовались при помощи гипноза на протяжении восьмидесятых годов когда я формировал рабочую модель жизни между жизнями я прекратил практиковать все другие формы гипнотерапии накопив большое количество случаев я почувствовал огромное желание еще глубже проникнуть в тайны мира душ эти исследования укрепляли во мне уверенность в достоверности моих более ранних открытий многие годы таких специальных исследований мира душ я работал практически в уединении и лишь с теми своими пациентами которые были информированы о характере моей работы и знали каждый только том что касалось лично его и его друзей я даже обходил стороной эзотерические книжные магазины потому что хотел быть абсолютно свободным от каких бы то ни было пристрастий или предубеждений и сегодня я по-прежнему убежден в том что моя добровольная изоляция и стремление не высказываться публично было правильным решением покинув лос-анджелес и уединившись в горах сьерра невады чтобы написать путешествие души я надеялся сохранить полную анонимность это оказалось нереальным большая часть материалов представленных в книге никогда ранее не публиковалась и я стал получать большое количество писем через своих издателей я в долгу перед издательством левелин луэлэн и благодарен им за прозорливость и смелость которую они проявили представив мое исследование широкой публике вскоре после издания книги мне пришлось разъезжать с лекциями и выступать на радио и телевидении люди хотели знать больше подробностей о мире душ и постоянно спрашивали нет ли у меня еще какой-то информации я вынужден был отвечать утвердительно в действительности у меня было большое количество различной необработанной информации которая на мой взгляд была слишком серьезно чтобы публика могла ее принимать от неизвестного автора несмотря на то что людей очень вдохновляла книга путешествие души я не хотел писать продолжение однако мне пришлось пойти на компромисс в пятом издании был добавлен указатель а также новая обложка и несколько параграфов для того чтобы внести большую ясность по определенным вопросам но и этого было недостаточно поток писем которые я еженедельно получал с вопросами о жизни после смерти непрерывно возрастал теперь люди стали разыскивать меня и я решил снова начать небольшую гипнотерапевтическую практику среди своих новых пациентов я отметил высокий процент более развитых душ но теперь пациентам приходится долго ждать своей очереди поскольку мой прием ограничен поэтому среди моих пациентов имеется лишь небольшое количество молодых душ испытывающих серьезный психологический кризис а в большинстве своем это люди которые способны проявлять терпение они желают обратиться к своей духовной памяти чтобы раскрыть смысл и суть каких-то определенных проблем и в конечном итоге выявить свое предназначение в жизни многие из них сами являются целителями и учителями и им нравится делиться со мной информацией о жизни их души между воплощениями мне думается что я в свою очередь также помог им в их исканиях все это время среди читателей сохранялось мнение что я не раскрыл им все имевшиеся у меня секреты в конце концов я стал склоняться к тому чтобы написать вторую книгу в результате родилась книга предназначение души моя первая книга путешествие души представляла собой путешествие в мир душ по великой реке вечности путешествие начиналось с момента физической смерти и заканчивалась в том месте мира душ откуда мы вступаем в новое рождение я поднялся вверх по реке в сторону источника настолько далеко насколько это было возможно в то время и дальше продвинуться не удалось хотя память о таких путешествиях совершаемых несметное количество раз хранится в уме каждого человека кажется никто из тех кто все еще воплощается не способен пройти или провести меня дальше книга предназначение души будет сопровождать путников во второй экспедиции которая пройдет вдоль той же реки и по ее главным притоком для более детального обследования во время этого нашего совместного путешествия я намерен представить некоторые скрытые аспекты маршрута чтобы дать людям более значительную картину целого я построил эту книгу в основном по тематическому принципу и не всегда придерживался последовательности событий таким образом я сместил временные рамки стандартного продвижения души от одного пункта духовной области к другому чтобы более полно проанализировать этот опыт я также попытался предложить читателям взглянуть на одни и те же элементы жизни души в контексте различных случаев книга предназначения души призвана расширить наше понимание того потрясающего смысла существующего высшего плана и структуры мира душ которые предназначены для блага всех человеческих существ в то же самое время я бы хотел чтобы это второе путешествие в удивительные сферы мира душ стало чем-то новым и приятным не только для знающих людей но и для неискушенных читателей для тех кто в первый раз читает материалы моих исследований вступительная глава даст сжатый обзор полученный мной информации о жизни между жизнями я надеюсь что это краткое описание поможет вам понять то что изложено дальше и возможно вдохновит вас прочитать и мою первую книгу глава 1 мир душ в момент смерти наша душа выходит из физического тела если душа достаточно старая и имеет опыт многих прошлых воплощений она сразу понимает что освободилась и отправляется домой эти продвинутые души не нуждаются в том чтобы их кто-то встречал однако большую часть душ с которыми я работал встречают за пределами астрального плана земли их проводники молодая душа или душа умершего ребенка может чувствовать себя немного дезориентированной пока кто-нибудь не встретит ее на уровне близком к земному есть души которые решают на какое-то время остаться на месте своей физической смерти но большинство желает сразу же покинуть это место время не имеет значение в мире душ души покинувшие тело но желающие успокоить находящихся в горе близких или имеющие еще какие-то причины остаться некоторое время вблизи места их смерти не ощущают течение времени она становится просто настоящим временем для души в противоположность линейному времени по мере удаления душ от земли они замечают все более и более усиливающиеся сияние света вокруг себя некоторые в течение непродолжительного времени видят сероватых оттенков мглу и описывают это как прохождение через туннель или некие врата это зависит от скорости оставления тела и передвижения души что в свою очередь связано с ее опытом ощущение влекущей силы исходящие от наших проводников может быть мягким или сильным в зависимости от зрелости души и ее способности к быстрым переменам в первые моменты после выхода из тела все души попадают в зону тонкой облачности которая вскоре рассеивается и души могут видеть вокруг на большие расстояния именно в этот момент обычная душа замечает форму тонкой энергии духовное существо приближающиеся к ней это существо может быть ее любящим духовным другом или их может быть двое но чаще всего это наш проводник если нас встречают супруг супруга или друг которые умерли раньше нас наш проводник находится неподалеку чтобы душа могла осуществить этот переход за все годы моих исследований мне не попадался ни один субъект пациент которого бы встречали такие религиозные существа как иисус или будда все же дух любви великих учителей земли исходит от каждого личного проводника который приставлен к нам к тому времени когда души возвращаются в то место которое они называют домом земной аспект их существа меняется их больше не назовешь людьми в том смысле в котором мы обычно представляем себе человеческое существо со специфическими эмоциями характером и физическими особенностями например они не горюют о своей недавней физической смерти так как переживают их близкие именно наша душа делает нас людьми на земле но вне нашего физического тела мы больше не являемся homo sapiens душа настолько величественно что это не поддается описанию я склонен определять душу как разумную сияющую форму энергии душа сразу же после смерти неожиданно ощущает перемену потому что она больше не отягощена владеющим ею временным телом с мозгом и центральной нервной системой кто-то привыкает к новому состоянию быстрее а кто-то медленнее энергия души способна делиться на идентичные части подобно голограмме она может одновременно жить в разных телах хотя такое встречается реже чем об этом пишется однако благодаря этой способности души часть нашей световой энергии всегда остается в мире душ поэтому возможно увидеть свою мать вернувшись туда из физического мира даже если она умерла 30 земных лет назад и уже воплотилась на земле в другом теле переходный период период координации который мы проводим вместе со своими проводниками прежде чем присоединиться к нашему духовному сообществу или группе различается у разных душ и у одной и той же души в промежутках между ее разными жизнями это спокойный период когда мы можем получить какие-то рекомендации или выразить всевозможные свои переживания по поводу только что закончившейся жизни этот координационный период предназначен для начального просмотра сопровождающегося мягким зондированием души проверкой которую осуществляют очень проницательные и заботливые учителя проводники встреча обсуждения может быть более или менее длительной что зависит от конкретных обстоятельств от того что было или не было завершено душой согласно ее жизненному контракту просматриваются также особые кармические вопросы хотя они будут обсуждать все позже подробнейшим образом уже в кругу нашей духовной группы энергия некоторых вернувшихся душ не сразу отправляется назад в их духовную группу это те души которые были загрязнены в своих физических телах из-за участия в актах злой воли существует разница между проступками или преступлениями совершенными без сознательного желания причинить боль кому-то и действиями заведомо злыми степень ущерба причиненного другим людям в результате таких недобрых действий начиная от каких-то мелких проступков и кончая злостными преступлениями просматривается и высчитывается очень внимательно те души которые были замешаны в злых делах отправляются в специальные центры которые некоторые пациенты называют центрами интенсивного ухода здесь как они рассказывают их энергия реконструируется или демонтируется и снова собирается в одно целое в зависимости от природы их проступков эти души могут быть довольно быстро возвращены на землю они могут принять справедливое решение стать в следующей жизни жертвами злых действий других людей но все же если их преступные действия были в прошедшей жизни длительными и особо жестокими по отношению ко многим и многим людям это может свидетельствовать о наличии некой модели злостного поведения такие души на долгое время погружаются в одинокое существование в духовном пространстве возможно на тысячу земных лет руководящим принципом мира душ является то что жестокие проступки всех душ сознательные или непреднамеренные необходимо загладить в той или иной форме в будущей жизни это не считается наказанием или даже штрафом а скорее возможности у кармического развития для души не существует ада разве что на земле некоторые жизни настолько трудные что душа возвращается домой очень уставший несмотря на процесс восстановления и обновления энергии организованы нашими проводниками которые соединяют свою энергию с нашей у входа в мир душ наш энергетический потенциал может все-таки оставаться слишком истощенным в таких случаях для вновь прибывшей души требуется не столько радостное приветствие сколько отдых и уединение и действительно многие души желающие отдохнуть имеют такую возможность до того как воссоединиться со своей духовной группой наша духовная группа может быть шумной или тихой но она с уважением относится к тому через что мы прошли в течение последнего воплощения все группы ждут возвращения своих друзей каждая по-своему но всегда с глубокой любовью и братскими чувствами возвращение домой это радостный промежуток времени особенно если в последнем физическом воплощении душа не имела достаточно большой кармической связи со своими близкими по духу друзьями большинство моих субъектов рассказывают мне о том что их встречали с объятиями смехом и шутками что по-моему является характерным признаком жизни в мире душ особо экспрессивные группы тщательно готовящиеся к торжественной встрече возвращающейся души могут приостановить всю свою остальную деятельность вот что рассказал мне один мой субъект пациент о том как его встречали после моей последней жизни моя группа устроила великолепный вечер с музыкой вином танцами и пением они сделали все в духе классического римского празднества с мраморными залами тогами и со всеми теми экзотическими декорациями которые преобладали во многих наших совместных жизнях в древнем мире мелиса главная духовная подруга ожидала меня воссоздавая тот век который больше всего мог напомнить мне о ней и как всегда выглядела блистательно в такие группы духовных единомышленников входят от 3 до 25 членов в среднем около 15 иногда души близ находящихся групп могут изъявить желание установить контакты между собой часто это относится к более старым душем имевшим много друзей из других групп с которыми они имели общение за сотни своих прошлых жизней около 10 миллионов телезрителей сша в 1995 году видели телевизионное шоу сайтин с производства парамоунт фрагмент который был посвящен моей работе те кто смотрел эту передачу о жизни после смерти возможно помнят одну из моих пациенток по имени калин которая рассказывала о нашем сеансе она описывала возвращение в мир душ после своей прошлой жизни о том как она попала на грандиозный балл 17 столетия она видела более ста человек которые пришли отпраздновать ее возвращение время и место которые ей очень нравились были так великолепно инсценированы что калин могла начать процесс обновления стиля и так возвращение домой может происходить двояким образом воз вращающуюся душу могут сразу встретить несколько душ прямо у входа и затем предоставить проводнику который помогает ей пройти через предварительную координирующую подготовку чаще всего родственная группа ожидает пока душа по-настоящему вернется к ней это группы может находиться в некой аудитории или на ступеньках храма или расположиться в саду или же возвращающаяся душа может встретиться со многими группами души проходя мимо других сообществ по пути к своему месту назначения часто отмечают что другие души с которыми они общались в прошлых жизнях узнают их и приветствуют их улыбаясь или махая рукой то как субъект видит свою группу окружающую обстановку зависит от состояния продвинутости души хотя воспоминания о царящей там атмосфере учебного класса всегда бывают очень отчетливыми в мире душ ученический статус зависит от уровня развития души один тот факт что душа воплощалась со времен каменного века еще не значит что она достигла высокого уровня в своих лекциях я часто привожу пример одного пациента которому понадобилось 4000 лет воплощений чтобы в конце концов преодолеть чувство зависти я могу сообщить что в настоящее время он уже независливый человек но в преодолении собственной нетерпимости он недалеко ушел некоторым ученикам требуется больше времени чтобы пройти определенные уроки также как и на школьных уроках на земле с другой стороны все высоко продвинутые души являются старыми в смысле богатства знания и опыта в путешествие душ я дал приблизительную классификацию душ выделив три общие категории такие как начинающие средние и продвинутые и привел конкретные примеры каждой раскрывая в то же время некоторые тонкие нюансы развития внутри этих категорий в основном группа душ состоит из существ приблизительно одного уровня развития хотя каждая может иметь свои сильные и слабые стороны эти качества обеспечивают определенное равновесие в группе души помогают друг другу понять информацию и опыт полученные в их прошлой жизни а также просмотреть как находясь в том физическом теле они использовали чувства и эмоции непосредственно связанные с этим опытом группа критически разбирает каждый аспект жизни вплоть до того что какие-то эпизоды разыгрываются членами группы для более ясного понимания к тому времени когда души достигают среднего уровня они начинают концентрироваться на тех основных сферах и интересах в которых были продемонстрированы определенные навыки мы рассмотрим это более глубоко в последующих главах другим очень существенным аспектом моих исследований было установление цвета различных энергий которые проявляются душами в мире душ цвета имеют отношение к уровню продвинутости души используя эту информацию которая собиралась постепенно на протяжении многих лет можно судить о продвижении души а также о том что за души окружают нашего субъекта в то время когда он находится в состоянии транса я обнаружил что как правило чисто белый цвет указывает на более молодую души по мере продвижения энергия души приобретает более насыщенный цвет переходя в оранжевый желтый и в конечном итоге в синие цвета вдобавок к этому основному цвету ауры в каждой группе имеется легкое смешанное сияние различных оттенков характерных для каждой души для разработки более удобной системы я выделил этапы развития души начиная с ай уровня начинающих через различные стадии обучения до шестого уровня мастера эти высокоразвитые души имеют насыщенный цвет индиго я не сомневаюсь что есть еще более высокие уровни но у меня нет информации о них поскольку я имел дело с людьми которые все еще воплощаются на земле честно говоря мне не очень нравится определять местоположение души словом уровень потому что этот ярлык затемняет разнообразие особенностей развития душ на каждом особом этапе несмотря на эти мои сомнения сами субъекты использовали слово уровень при описании своей ступени на лестнице познания или обучения они также проявляют значительную скромность говоря о своих достижениях независимо от моей оценки никто из пациентов не проявлял склонности заявлять о себе как о продвинутой душе хотя в своем обычном состоянии контролируемого сознания не находясь под гипнозом они были менее сдержаны в своих оценках во время гипноза находясь в состоянии сверхсознания мои субъекты рассказывают мне что в мире душ ни на одну душу не смотрит как на менее развитую или менее ценную чем какая-либо другая душа все мы находимся в процессе трансформации обретение некоего более значительного и высокого чем сейчас состояние просветления каждый из нас считается обладающим уникальной квалификации способным внести свой вклад в целое неважно насколько тяжело мы боремся осваивая свои уроки если бы это было не так мы бы прежде всего не были созданы на основании того что я рассматриваю цвета степеней продвинутости различные уровни развития различные аудитории учителей и обучающихся можно было бы легко сделать вывод о том что в мире душ существует определенная иерархия подобное заключение было бы совершенно ошибочным судя по свидетельствам моих пациентов если и существует какая-либо иерархия в духовном мире то это касается скорее ментального сознания мы же склонны судить по существующей на земле системе авторитетов для которой характерна борьба за власть подсиживание использование системы жестких правил внутри иерархической структуры определенно в мире душ есть структура но она существует в глубинах возвышенных матричных форм сострадания гармонии этики и морали которые совершенно не похожи на то что мы практику ем на земле по моему опыту в мире душ есть также необъятный своего рода централизованный отдел кадров учитывающий задачи задания и предназначения душ однако здесь существует система таких ценностей как невероятная доброта терпимость терпение и абсолютная любовь сообщая мне о подобных вещах мои субъекты смиренно принимают сам процесс у меня есть один старый приятель с которым мы вместе учились и который пожизненно является ярым противником всяческих авторитетов чему я в общем то симпатизирую мой друг подозревает что у моих пациентов настолько промыты мозги что их души верят в то что их судьба находится под неким контролем он убежден что любого рода власть даже духовная не может существовать без коррупции и злоупотребление правами и привилегиями мои исследования свидетельствуют о наличии в мире душ достаточно большого порядка который совсем не таков как он думает тем не менее все мои субъекты считают что в прошлом у них были неограниченные возможности выбора и что так и будет продолжаться в будущем продвижение душ через принятие личной ответственности предполагает не изменение в статусе или степени власти а выявление возможностей они свидетельствуют о честности чистоте и личной свободе всегда и везде имевший место в их жизни между жизнями в мире душ нас не заставляют снова воплощаться или участвовать в групповых проектах если души хотят уединиться они могут это сделать если они не хотят брать на себя все более и более сложные задания это их желание также уважается один субъект рассказывал мне я прожил много легких жизней и мне это нравится потому что я не очень-то хотел тяжело трудиться но скоро это изменится мой проводник говорит мы готовы тогда когда готов ты в действительности там у нас настолько большая свобода воли что если мы не готовы по той или иной причине покинуть астральный план земли после смерти наши проводники позволят нам оставаться там до тех пор пока мы не окажемся готовыми к возвращению домой я надеюсь что эта книга покажет что у нас имеется большой выбор как в самом мире душ так и за его пределами что для меня совершенно очевидно в отношении этих вариантов выбора это наличие у большинства душ сильного желания оправдать доверие оказанное им ожидается что мы будем совершать ошибки в этом процессе попытки продвижения вперед по направлению к высшей благости и к соединению с источником который создал нас является первоочередным мотивом душ души испытывают чувство смирения когда им дается возможность воплотиться в физической форме меня неоднократно спрашивали видели ли мои субъекты источник творения во время своих сеансов во введении я уже говорил что мое продвижение вверх к истоку или источнику ограничивалось тем что я работал с людьми которые все еще воплощаются на земле упоминая о времени соединения продвинутые субъекты говорят что в будущем они присоединятся к самым священным существам в этой сфере интенсивного фиолетового света есть всем известное присутствие что это означает я не могу сказать но я знаю что присутствие ощущается когда мы предстаем перед нашим советом старейших раз или два между жизнями мы посещаем эту группу высших существ которые на порядок и более выше наших учителей проводников в своей первой книге я приводил пару примеров таких встреч в данной книге я более подробно остановлюсь на наших посещениях этих великих учителей встречаясь с которыми я ближе всего подступаю к творцу это потому что именно здесь душа познает высший источник божественного знания мои пациенты называют эту энергию присутствием совет старейших не является не собранием судей не заседанием суда на котором души допрашиваются и приговариваются к тому или иному наказанию за проступки хотя я должен допустить что иногда кто-нибудь нет нет да сообщает мне о том что посещение совета напоминает ему вызов в кабинет директора школы члены совета хотят поговорить с нами о наших ошибках и о том что мы можем сделать чтобы исправить негативное поведение в своей следующей жизни именно здесь начинается обсуждение подходящего тела для нашей следующей жизни когда приближается время нового рождения мы отправляемся в пространство где просматривается некоторое количество возможных физических форм которые могли бы лучше всего подойти нам для осуществления наших целей здесь мы имеем возможность заглянуть в будущее и проверить различные тела прежде чем сделать окончительный выбор души добровольно выбирают менее совершенное тело и более трудные жизни чтобы отработать кармические долги или поработать над другими аспектами урока с которым они не совсем справились в своем прошлом большинство душ принимают то тело которое им здесь предлагается но душа может и отказаться и даже отложить свою реинкарнацию тогда душа может также попросить о том чтобы в этот промежуток времени отправиться пока на какую-нибудь другую физическую планету если мы соглашаемся со своим новым распределением то нас как правило посылают в класс предварительной подготовки чтобы напомнить нам об определенных ключевых правилах знаках и указателях в предстоящей жизни особенно для тех моментов когда мы встретимся с нашими важными родственными душами наконец когда подходит срок нашего возвращения мы прощаемся со своими друзьями говорим им до встречи и припровождаемся в пространство откуда души отправляются в свое очередное путешествие на землю души входят в назначенное им тело в утробе своей будущей матери примерно на четвертом месяце ее беременности так что в их распоряжении уже имеется достаточно развитый мозг которым они могут пользоваться до момента своего появления на свет находясь в позе эмбриона они все же способны мыслить как бессмертные души привыкая к особенностям работы мозга и к своему новому второму я после рождения память блокируется и душа соединяет бессмертные свои качества с приходящим человеческим умом что порождает комбинацию черт новой личности я применяю определенную систему методов чтобы активизировать ум души в частности предлагаю пациентам находящимся на начальных стадиях гипнотической регрессии выполнить ряд упражнений этот процесс предназначен для того чтобы постепенно обострить память моих субъектов об их прошлом и подготовить их критическому анализу тех образов которые они увидят в жизни в духовном мире после обычных вступительных фраз я очень быстро вожу их в состояние гипноза и мой секрет в углублении состояния гипноза за долгие годы своей практике я в конечном итоге пришел к выводу что погружение пациента в нормальное альфа состояние это не совсем то что требуется для достижения состояния сверхсознания ума души для этого я должен погрузить субъекта в более глубокие тето стадии гипноза что касается методологии я могу посвятить час или около того длительной визуализации субъектом образов леса или морского берега затем я возвращаю его в детские годы я подробно расспрашиваю его о таких вещах как мебель в его доме когда субъекту было 12 его любимая одежда в 10 лет любимые игрушки всеми самые ранние воспоминания относящиеся к возрасту от трех до двух дет все это мы проделываем прежде чем я погружаю пациента в период внутриутробного расветия задаю кое-какие вопросы и затем направляю его в его прошлую жизнь для ее краткого обзора подготовительная стадия нашей работы завершается к тому моменту когда пациент уже пройдя через сцену смерти в той жизни достигает врат в мир душ непрерывный гипноз углублявшийся в течение первого часа усиливает процесс высвобождения или отстранения субъекта от его земной среды ему также приходится подробно отвечать на многочисленные вопросы о своей духовной жизни это занимает еще два часа у субъектов выходящих из состояния транса после того как они ментально побывали дома в мире душ наблюдается выражение благоговения на лице которое гораздо более значительно чем если бы они только что прошли через опыт регрессии в прошлую жизнь например один пациент рассказывал мне дух представляет собой многогранный и сложный флюид который я не в состоянии описать адекватным образом многие мои пациенты пишут мне о том что созерцание их собственного бессмертия изменила их жизнь вот образец такого письма я обрел неописуемое чувство радости и свободы узнав о своей истинной сущности поразительно то что это знание было в моем уме все время встреча с моими учителями которые никоим образом не судили меня погрузила меня в удивительное состояние радужного света открытие которое я сделал заключалась в том что единственной вещью истинно важной в этом материальном мире является образ нашей жизни это как мы относимся к другим людям наши жизненные обстоятельства и положения не имеют никакого значения по сравнению с нашим состраданием и принятием других теперь у меня есть знание они просто ощущение относительно того почему я здесь нахожусь и куда я пойду после смерти я представляю в этой книге свои находки как обозреватель и глашатой использую материалы 67 сеансов и приводя много численные цитаты перед началом каждой своей публичной лекции я объясняю аудитории что то что я скажу является моей истиной о мире душ существует много дверей ведущих к истине мои истины результат накопления великой мудрости множество людей которые обогащали мою жизнь на протяжении многих лет становясь моими пациентами если мои утверждения противоречат вашим установкам вере или вашей личной философии пожалуйста возьмите из этого то что подходит вам и отбросьте остальное глава 2 смерть горе и успокоение отказ и принятие потеря любимого человека это одно из тяжелейших жизненных испытаний хорошо известно что в процессе преодоления горе из-за утраты человек проходит через первоначальный шок затем он отказывается принять ужасный факт испытывает чувство гнева впадает в депрессию и впоследствии так или иначе смиряется каждая из этих стадий эмоциональных переживаний может иметь различную степень интенсивности и длится месяцы или целые годы потеря того с кем мы имели глубокую связь может привести нас к такому отчаянию что кажется будто мы находимся в бездонной яме выбраться из которой невозможно потому что смерть представляется нам концом всего на западе убеждение в том что со смертью все кончается является препятствием к исцелению у нас динамическая культура в которой возможность потери личностной природы представляется немыслимой смерть в любящей семье сродни тому когда удачно поставленный спектакль срывается из-за потери одного из главных исполнителей партнеры по спектаклю испытывают затруднения приходится вносить изменения в сценарий попытки каким-то образом заполнить образовавшуюся пустоту так или иначе оказывают влияние на игру оставшихся актеров здесь имеет место дихотомия противоречивая ситуация потому что находясь в мире душ и готовясь к следующей жизни души смеются репетируя свою роль в будущем большом спектакле на земле они знают что все роли временны в нашем обществе не принято готовиться к смерти в течение жизни потому что это нечто такое что мы не можем изменить страх смерти начинает нас гнести только когда мы стареем он всегда присутствует таясь где-то в сумрачной тени независимо от наших представлений о том что нас ожидает после смерти обсуждая жизнь после смерти на своих семинарах я с удивлением обнаружил что многие люди придерживающиеся традиционных религиозных взглядов больше всего бояться смерти в большинстве случаев страх возникает из незнания до тех пор пока мы не пройдем через опыт клинической смерти или регрессию в прошлую жизнь и не вспомним как мы пережили смерть в прошлой жизни смерть останется для нас тайной когда нам приходится сталкиваться со смертью лично или в качестве наблюдателя она может вызывать боль печаль и страх здоровые люди не хотят говорить об этом как впрочем и те кто серьезно болен таким образом наше общество относится к смерти как к чему-то ужасному в двадцатом столетии произошли значительные изменения во взглядах людей на жизнь после смерти в начале века большинство традиционно считала что они живут только один раз в 60 70-х годах 40 процентов жителей сша верили в реинкарнацию благодаря этим переменам люди которые встали на путь духовного развития стали несколько легче относиться к смерти отбрасывая идею о том что со смертью приходит мрак и забвение одним из наиболее существенных аспектов моей работы с миром душ является выяснение с точки зрения отошедших душ как переживается смерть и как души пытаются успокоить тех близких кто остался на земле в этой главе я надеюсь доказать что то что вы чувствует глубоко внутри себя после утраты близкого человека вовсе не вымысел личность которую вы любите в действительности не уходит помните также то что я говорил в предыдущей главе о двойственности души часть вашей энергии остается в мире душ когда вы воплощаетесь физическом мире когда ваш близкий снова возвращается домой в мир душ та часть вашей энергии которая находится там уже ждет его это ваша энергия хранится там для воссоединения с возвращающейся душой одним из важных откровений которые я получил в ходе моих исследований было то что родственные души никогда по-настоящему не расстаются в последующих разделах раскрываются определенные методы которым прибегают души чтобы общаться с теми кого они любят эти способы и приемы душа может начать применять сразу после своей физической смерти и они могут быть очень сильными тем не менее отошедшая душа озабочена также тем чтобы отправиться дальше домой так как земной план истощает энергию после смерти душа неожиданно высвобождается получает свободу но если нам нужно души могут регулярно вступать в контакт с нами прямо из мира душ спокойные размышления и медитация могут дать вам более тонкую восприимчивость по отношению к отошедшей душе и поднять ваше сознание до уровня большего осознания нет необходимости в словесном общении просто устраните блоки сомнения и откройте свой ум допустив возможность присутствия того кого вы любите и это поможет вам оправиться от горя терапевтические техники душ мой первый случай относится к продвинутой душе по имени там она который учится быть проводником он сказал мне я воплощался и умирал на земле на протяжении тысяч лет и только в последние несколько столетий я по-настоящему понял как изменить негативные мыслительные установки и успокаивать людей этот случай начинается с того момента нашего сеанса когда там она описывает первые мгновения после его внезапной кончины в прошлой жизни случай 1 субъект моя жена не чувствует моего присутствия я просто никак не могу пробиться к ней прямо сейчас доктор ньютон почему субъект слишком много горе она так поглотила ее элис находится в состоянии такого шока от того что меня убили что онемело от горе и не в состоянии почувствовать мою энергию доктор ньютон там она повторялось ли такое с вами после вашей смерти в предыдущих жизнях или только с элис субъект сразу после смерти люди которые любят тебя находятся либо в состоянии сильного возбуждения либо в состоянии полного шока в обоих случаях их ум может отключиться моя задача попытаться уравновесить ум и тело доктор ньютон где находится ваша душа в этот момент субъект под потолком нашей спальне доктор ньютон что вы хотите чтобы она сделала субъект чтобы она прекратила плакать и сконцентрировалась на своих мыслях она не верит что я могу быть все еще жив поэтому все ее энергетические структуры ужасно сбиты и спутаны обидно я нахожусь рядом с ней она не подозревает об этом доктор ньютон собираетесь ли вы в данный момент оставить попытки и отправиться в мир душ потому что ее ум закрыт субъект это было бы проще всего для меня но не для нее я слишком беспокоюсь за нее чтобы оставить ее сейчас я не уйду до тех пор пока она по крайней мере не почувствует что кто-то находится рядом с ней в комнате это мой первый шаг тогда я смогу сделать больше доктор ньютон сколько времени прошло с момента вашей смерти субъект пара дней похороны закончились и сейчас я пытаюсь успокоить элис доктор ньютон наверное ваш собственный проводник ожидает вас чтобы сопроводить вас домой субъект смеется я сообщил своему проводнику и н что ей придется подождать меня немного в чем на самом деле не было надобности она знает обо всем именно и она учила меня этот случай демонстрирует часто встречающуюся жалобу какую я слышу от только что высвободившихся душ многие не настолько опытны или решительны как там она но в любом случае большинство душ которые стремятся отправиться в мир душ не покидают астральный план земли пока не предпримут каких-нибудь шагов чтобы успокоить тех кто находится в горе и переживает из-за утраты я сжато и концентрированно изложил рассказ пациента о том как он помогал элис оправиться от горя чтобы показать как энергетические структуры души могут положительно воздействовать на подорванную разбалансированную человеческую энергию доктор ньютон там она я буду благодарен если вы расскажите мне о методах которые вы используете чтобы помочь элис успокоиться субъект ну я начну с того что элис не потеряла меня делает глубокий вдох я стал излучать на элис поток своей энергии который принял форму зонтика начинающегося от ее талии и идущего вверх к ее голове доктор ньютон если бы я был духом стоящим рядом с вами то на что это было бы похоже субъект улыбается на облако сладкой ваты доктор ньютон что оно дает субъект оно окутывает элис ментальным теплом которое успокаивает я должен сказать что я еще не очень опытен в этом деле но я поместил защитное облако энергии над элис уже три дня назад после своей смерти чтобы сделать ее более восприимчивой доктор ньютон а я понимаю вы уже начали работать с элис хорошо там она что же вы делаете сейчас субъект я начинаю пропускать определенные аспекты себя через облако энергии вокруг нее и буду продолжать пока не почувствую точку где у нее меньше всего энергетических блоков пауза я нашел эту точку с левой стороны ее головы за ухом доктор ньютон имеет ли это место какое-то значение субъект элис обычно нравилось когда я целовал ее в ухо воспоминания о таких местах очень важны увидев открытый энергетический проход с левой стороны ее головы я превратил свою энергию в плотный луч и направил его в это место доктор ньютон субъект элис сначала почувствовала нежное прикосновение но ее сознание разбито горем теперь я увеличиваю силу своего луча посылаю ей мысли любви доктор ньютон видите ли вы что это сработало субъект счастлива да я обнаружил что от элис исходит новая светлая энергия ее эмоции меняются она перестает плакать она оглядывается чувствую меня она улыбается я достиг своей цели доктор ньютон вы закончили субъект с ней все будет в порядке мне пора идти я буду наблюдать за ней но я знаю что она оправится благодаря этому и это хорошо потому что я буду какое-то время занят своими делами доктор ньютон означает ли это что вы больше не будете контактировать с элис субъект обиженно конечно нет я всегда буду доступен для нее когда ей это понадобится она моя любовь обычная душа намного менее искусна чем даже самые молодые из обучающих проводников я буду рассматривать эти моменты в главе 4 в разделе о восстановлении энергии тем не менее большинство душ с которыми я работаю довольно успешно воздействуют из мира душ на физическое тело как правило они работают на определенных участках тела используя эффект луча описаны там она проекции этой энергии любви могут быть очень мощными даже если они направляются неопытной душой на людей которые переживают эмоциональную и физическую травму в восточных практиках йоги и медитации используют телесные чакры примерно так же как души воздействуют на определенные участки тела целительной энергии люди владеющие искусством такого целительства говорят что поскольку у нас есть эфирное тело тесно связанное с физическим целительство должно учитывать оба этих элемента работа с чакрами включает в себя освобождение от блоков нашей эмоциональной и духовной энергии через различные точки тела в позвоночнике сердце горле на лбу и так далее чтобы энергетически раскрыть и гармонизировать тело способы установления контакта душ с живущими людьми соматическое прикосновение я взял клинические выражения соматическое соединение и терапевтическое прикосновение и соединил их чтобы описать метод с помощью которого души оставившие физическое тело используют направленные лучи энергии чтобы коснуться различных частей тела воплощенных душ исцеление осуществляется не только через чакральные точки тела о которых я говорил ранее души пытающиеся успокоить живущих ищут те участки которые наиболее восприимчивы к их энергии мы видели это на примере случая 1 участок за левым ухом энергетический поток начинает исцелять когда устанавливается связь соединяющие два ума отправителя и получателя энергии в телепатическом контакте соединение с телом страдающего человека при помощи передачи мысли является соматическим если методы физиологические они включают в себя легкие прикосновения к органам тела вызывающие определенные эмоциональные реакции которые могут проявляться через чувства и ощущения умело направленные лучи энергии могут вызвать зрительные звуковые вкусовые и обонятельные образы умершего вся эта затея с узнаванием отошедшей души предназначена для того чтобы убедить человека находящегося в горе что личность которую он любит все еще жива цель соматического прикосновения позволить убитому горем человеку примириться с потерей обретя понимание что отсутствие это лишь изменение реальности и оно не окончательно и можно надеяться что это поможет человеку вернуться к нормальной жизни и конструктивно продолжить свой жизненный путь души могут также привыкнуть к тому чтобы совершать соматические прикосновения следующий случай относится к 49-летнему мужчине умершему от рака хотя душа этого человека не проявила большого мастерства в этом его намерения были хорошими случай 2 доктор ньютон какой метод вы используете чтобы обратиться к своей жене субъект о мой старый резерв грудь доктор ньютон где именно на груди субъект я направляю свой энергетический луч прямо в сердце если попадаю немного в сторону это не важно доктор ньютон почему это метод кажется вам самым успешным субъект я нахожусь под потолком а она наклонилась и плачет моя первая попытка заставила ее выпрямиться она глубоко вздохнула и что-то почувствовала она посмотрела вверх тогда я использовал свой метод рассеивания доктор ньютон что это такое субъект улыбается о знаете разбрасывание энергии во все стороны из центральной точки на потолке обычно одна из стрел попадает в нужное место например на голову или куда-нибудь еще доктор ньютон но какое место нужное субъект это такое место которое не блокировано негативной энергией конечно обратите внимание на разницу между случаем 2 и следующей пациенткой которая внимательно направляет свою энергию в определенные участки как если бы она покрывала глазурью пирожное случай 3 доктор ньютон пожалуйста опишите как вы собираетесь использовать свою энергию чтобы помочь мужу субъект я собираюсь обработать основание головы прямо над позвоночником боже как страдает кевин я не уйду пока он не почувствует себя лучше доктор ньютон почему именно это место субъект потому что я знаю что ему нравилось когда я массировала его шею в этом месте именно в этом участке он более восприимчив к воздействию моей вибрации затем я играю на этом участке так словно я делаю массаж тела что на самом деле и происходит доктор ньютон играйте на участке субъект 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 и ее можно вернуть и проиграть снова в мире душ. Когда мне кажется, что я знаю все о способностях и ограничениях души, появляется пациент, который рассеивает это мое ложное мнение. Долгое время я говорил людям, что всем душам, похоже, трудно одолеть неконтролируемое рыдание близкого человека до тех пор, пока они не начинают использовать целительную энергию. И вот я привожу короткий фрагмент беседы с человеком, находившимся на уровне тригипнотического состояния, чей тактический подход к убитому горем близкому в самый пиковый момент его переживаний доказал мою неправоту. Я не люблю, когда люди сильно плачут. Мой способ – это войти в вибрационный резонанс с тональными вибрациями их голосовых связок и затем перескочить в область головного мозга. Таким образом, я могу выровнять свою энергию, чтобы добиться более быстрого смешения моей сущности с их телом. Довольно быстро они перестают плакать, даже не понимая почему. Использование объектов, персонификация через объекты. Я слышал интересные истории об использовании знакомых объектов, как в случае с мужчиной в следующем диалоге. Поскольку мужья обычно умирают раньше своих жен, мне приходилось больше слышать об энергетических техниках именно от них. Это не означает, что души мужчин более искусны в целительстве в связи с тем, что им чаша приходится успокаивать близких, оставшихся в живых. Душа в случае 4 была одинаково успешна в прошлых жизнях, как женщина, умершая раньше своего мужа в одной жизни, и как мужчина в другой. Случай 4. Доктор Ньютон. Что вы делаете, если сразу же после смерти ваши попытки воздействовать на тело близкого человека, не имеют желаемых результатов? Субъект. Когда я понял, что моя жена Хелен не почувствовала моих прямых прикосновений и воздействий, я решил поработать с домашними объектами. Доктор Ньютон. Вы имеете в виду животных, кошку или собаку? Субъект. Раньше я их использовал, но не сейчас. Я решил выбрать кое-что, имевшее для меня большое значение, о чем должна была знать моя жена. Я выбрал свой перстень. Здесь мой субъект объяснил мне, что в течение этой своей прошлой жизни он всегда носил большой индийский перстень с крупным бирюзовым камнем в центре. Он и его жена часто сидели у костра, беседуя о прошедшем дне. Он имел привычку, разговаривая с Хелен, потирать камень. Его жена часто подтрунивала над ним, что так он сотрет бирюзу до металлического основания перстня. Как-то раз Хелен напомнила ему, что она заметила у него эту нервозную привычку в ту ночь, когда они встретились. Доктор Ньютон. Я думаю, что я понял, что для вас значит этот перстень. Итак, что вы делали с ним, будучи духом. Субъект. Когда я работаю с объектами и людьми, мне приходится подождать, пока все не придет в полное спокойствие. Три недели спустя после моей смерти Хелен разожгла огонь и стала смотреть на него глазами, полными слез. Я начал с того, что свернул свою энергию внутри самого огня, используя его в качестве источника тепла и эластичности, или гибкости. Доктор Ньютон. Простите, что прерываю, но что означает эластичность? Субъект. Я учился этому много веков. Эластичная, гибкая энергия, жидкая. Чтобы сделать энергию моей души жидкой, требуется усиленная концентрация и практика, потому что она должна быть тонкой и пушистой. Огонь служит здесь в качестве катализатора. Доктор Ньютон. Что является противоположностью сильного узкого луча энергии? Субъект. Именно так. Я могу быстро обращать свою энергию из жидкого состояния в твердое и обратно. Это изменение очень тонкое, но оно пробуждает человеческий ум. Примечание. Другие также рассказывали мне о том, что этот метод изменения формы энергии щекочет человеческий мозг. Доктор Ньютон. Это интересно. Пожалуйста, продолжайте. Субъект. Хелен была в контакте с огнем и таким образом со мной. На какое-то мгновение горе слегка затихло, и я переместился прямо на макушку ее головы. Она почувствовала мое присутствие. Слегка. Этого было недостаточно. Тогда я начал менять свою энергию, как я вам рассказывал, из твердого состояния в мягкое, как бы разветвляя ее. Доктор Ньютон. Что вы делаете, когда вы разветвляете энергию? Субъект. Я расщепляю ее. Сохраняя мягкую текучую энергию на голове Хелен, чтобы поддерживать контакт с ней, я направляю расщепленный твердый луч на коробку, в которой находится мое кольцо в выдвижном ящике стола. Я хочу проложить путь от ее ума к кольцу. Вот почему я использую твердый луч, чтобы направить ее внимание к кольцу. Доктор Ньютон. Что дальше делает Хелен? Субъект. Под моим руководством она медленно встает, не зная почему. Она направляется, словно во сне, к столу и останавливается в нерешительности. Затем она выдвигает ящик. Поскольку мое кольцо находится в коробке, я продолжаю перемещаться от ее ума к крышке коробки и обратно. Хелен открывает ее, берет мое кольцо и держит в левой руке. Глубоко вздыхает. Теперь я знаю, что привлек ее внимание. Доктор Ньютон. Потому что. Субъект. Потому что кольцо все еще хранит часть моей энергии. Разве вы не видите? Она чувствует мою энергию с двух концов, образовавшейся энергетической вилки. Это двусторонний сигнал. Очень эффективный. Доктор Ньютон. О да, я вижу, и что теперь вы делаете с Хелен. Субъект. Сейчас я начинаю усиленно раскачиваться, образуя мощный энергетический мост между собой, я нахожусь справа от нее и кольцом, находящимся слева от нее. Она оборачивается в мою сторону и улыбается. Затем Хелен целует мое кольцо и говорит. Спасибо, дорогой. Я знаю, что ты сейчас со мной. Я постараюсь быть более мужественной. Я хочу побудить каждого, кто переживает горе утраты близкого человека, попробовать сделать то, что делают экстрасенсы, когда они хотят обнаружить без вести пропавших людей. Возьмите украшение, предмет одежды, что-нибудь из того, что принадлежало умершему, и сосредоточьтесь на этом, уединившись в знакомом вам обоим месте и тихо раскройте свой ум, в то же время устраняя все посторонние мысли. Прежде чем завершить эту тему, я хочу рассказать свою любимую историю об энергетическом контакте развоплощенных существ с нами через вещественные объекты. Моя жена Пегги – онкологическая медсестра, специализирующаяся на оказании больным психологической помощи, поэтому она много занимается с находящимися в горе раковыми. Больными и их близкими. Поскольку она осуществляет химиотерапию в больнице, у нее имеется контакт с персоналом хосписа, приюта для неизлечимо больных. Нисколько женщин, составляющих группу поддержки, и моя жена являются близкими друзьями и регулярно встречаются. Одна из них недавно овдовела. Ее муж Клей умер от рака. Клей любил танцы подоркестровую музыку, и вместе со своей женой он часто проделывал далекий путь, чтобы попасть на концерты лучших оркестров. Как-то вечером, уже после смерти Клея, его вдова, моя жена и другие члены группы поддержки расположились посреди гостиной в доме этой женщины, обсуждая мои теории относительно того, как души возвращаются, чтобы утешить людей, которых они любят. Вдова расстроенно воскликнула. Почему же Клей не дал о себе знать таким образом, чтобы это утешило меня? На какое-то мгновение было тихо, и вдруг музыкальная шкатулка, стоявшая на самом верху книжной полки, начала играть песню Гленна Миллера в настроении «In the mood». Насколько я понял, женщины замерли в оцепенении, и затем разразились с нервным смехом. Все, что могла вдова сказать, было. К этой музыкальной шкатулке не прикасались два года. Это не имело значения. Я думаю, она получила послание Клея. Световая энергия обладает некоторыми свойствами электромагнитных сил и поэтому может работать с объектами самым непостижимым образом. Джо Энн и Джим, мои бывшие пациенты, связанные очень крепкими брачными узами. После их сеансов мы разговорились об использовании лучей энергии живыми людьми. Несколько смущаясь, они рассказали мне о том, что на автострадах Калифорнии они объединяют свои энергии для того, чтобы согнать со скоростной линии едущие впереди машины, когда они спешат. Когда я спросил их, не вытесняют ли они машины, наседая им на хвост, они сказали. Нет, мы просто направляем объединенный луч в затылок водителя и затем перекидываем луч направо, на срединную линию и назад. Они утверждают, что их попытки в более чем 50% бывают успешными. Полушутя полусерьезно, я сказал Джо Энн и Джиму, что выталкивая автомобили с пути их следования, они определенно злоупотребляют своей силой и им следовало бы изменить свою тактику. Я думаю, что они оба знают, что более конструктивное использование их дара было бы оценено наверху, хотя избавиться от этой привычки довольно трудно. Распознавание снов Один из основных способов, с помощью которых только что отошедшая душа устанавливает контакт с людьми, которые любят ее, это проникновение в их сон. Горе, которое поглощает сознательный ум, на время отодвигается на задний план в наших мыслях, когда мы спим. Даже если наш сон прерывист, неосознающий ум более открыт для получения информации. К сожалению, человек, находящийся в горе, слишком часто пробуждается ото сна, который мог содержать послание, и позволяет ему ускользнуть из памяти, не пытаясь как-то запомнить или записать что-нибудь. Либо образы и символы, которые он видел во сне, ни о чем ему не сказали в то время, либо эпизод сновидения стерся, если, например, человек увидел себя вместе с умершим и решил, что он выдает желаемое за действительное. Прежде чем следовать дальше, я хочу предложить общую характеристику природы сновидений. Мой профессиональный опыт в связи со сновидениями связан с рассказами моих субъектов, которые в состоянии гипноза объясняют, почему они, оказавшись развоплошенными, используют время и состояние сна, чтобы установить контакт с живущими. Души очень изобретательны относительно того, какие эпизоды сна использовать для своей цели. Я пришел к выводу, что в своем большинстве сны поверхностны. Просматривая различные материалы, посвященные сновидениям, я обнаружил, что даже специалисты в этой области считают многочисленные сновидения в течение ночи просто. Абсурдной мешаниной, порожденной нашей текучкой и грудой дел прошедшего дня. Если ум дает выход в течение определенных циклов сна, то в таком случае передача нервных сигналов по нашим синаптическим каналам позволяет разгрузить мозг. Я различаю три вида сновидений, из которых один я называю состоянием уборки дома. Во время сна множество случайных мыслей, собранных в течение дня, выскребается и выметается из ума как ненужный ссор. Мы не можем извлечь никакого смысла из них, так как там его нет. С другой стороны, все мы знаем, что сновидения имеют и более познавательные аспекты. Я выделяю в этих состояниях два аспекта – решение проблем и духовный аспект, между которыми проходит лишь тонкая грань. Некоторые люди получают в снах предупреждение о грядущих событиях. Сны также могут изменить наше состояние ума. Один из самых стрессовых периодов в нашей жизни – это период горестных переживаний, когда, теряя любимого человека, мы думаем, навсегда утрачиваем его любовь. Почти единственное облегчение от гнетущего горя мы получаем во время сна. Мы отправляемся спать, испытывая страдания, и пробуждаемся с той же болью, однако в промежутке происходит нечто загадочное. Иногда мы просыпаемся с новой идеей относительно первых шагов, которые необходимо предпринять, чтобы справиться с нашей потерей. Решение проблем во время сновидений является процессом ментальной инкубации, который называют процедурным, поскольку в это время появляются образы, подсказывающие нам пути дальнейшего продвижения. Исходят ли эти прозрения от кого-то еще, кроме нас самих? Если сон получает духовное развитие, то он, возможно, был сплетен существами, посетившими нас, чтобы помочь нам преодолеть наше душевное страдание. В наших духовных снах принимают участие наши гиды, учителя и родственные души, которые приходят как посланцы, чтобы помочь нам принять решение. Нет надобности жестоко страдать, чтобы получать такого рода помощь. Во время этих духовных сновидений оживают также наши воспоминания об опыте, который мы имели в других физических и ментальных мирах, в том числе в духовном мире или в мире душ. Кому из вас не снилось, что он летает или без труда плавает под водой? Я обнаружил, что у некоторых моих пациентов эти мифические воспоминания содержат информацию об их прошлых жизнях в качестве разумных существ, обитавших в небе или под водой на других планетах. Часто такого рода фрагменты сновидений дают нам метафорический ключ к сравнению наших прошлых жизней с текущей. Природа нашей бессмертной души не очень меняется от тела к телу, поэтому эти сравнения не представляются чем-то из ряда вон выходящим. Некоторые из наших величайших откровений приходят из фрагментов снов, отражающих события, места или особенности поведения, относящиеся к опыту, который мы уже имели до получения нашего, нынешнего тела. В главе 1 я вкратце коснулся подготовительного класса, который мы посещаем в мире душ, прежде чем начать новую жизнь. О нем более подробно рассказано в моей первой книге, но я упоминаю его здесь потому, что этот опыт имеет отношение к нашим снам. Этот класс организован для того, чтобы души могли в будущем узнать людей и события. Во время нашей подготовки к новой инкарнации, учитель снова повторяет для нас важные аспекты нашего нового жизненного контракта. Встреча и общение с душами из нашей группы и из других сообществ, которые примут участие в нашей будущей жизни, являются неотъемлемой частью подготовительного класса. Воспоминания об этом подготовительном классе могут быть оживлены в наших снах, и это зажгло бы огонек света во тьме отчаяния, особенно когда из жизни уходит наша важнейшая родственная душа. Юнг сказал, Сны представляют собой подавленные желания и страхи, но в них также могут проявляться неизбежные истины, которые не являются иллюзиями или дикими фантазиями. Иногда эти истины преподносятся. Нам во время наших снов в форме метафорических головоломок и первичных образов архетипов. В обществе получили распространение определенные сновические символы, и многие соники содержат эти предвзятые общепринятые установки. Каждый человек должен использовать свою собственную интуицию, чтобы разобраться в значении сна. Австралийские аборигены, культура которых имеет 10-тысячелетнюю историю, верят, что время сна – это реальное время, связанное с объективной реальностью. Наше восприятие во время сна часто столь же реально, как и наши переживания после пробуждения. Для душ, пребывающих в мире душ, существует только настоящее время. Независимо от того, когда физически ушла из вашей жизни личность, которую вы любили, она хочет, чтобы вы сознавали, что она все еще существует сейчас, в настоящей реальности. Каким же образом любящая душа пытается помочь вам постичь и принять эти вещи в ваших снах? Случай 5 Субъект 5 только что умерла от пневмонии в Нью-Йорке в 1935 году, когда ей было чуть больше 30-ти. Она была родом из небольшого городка на Среднем Западе, и звали ее Сильвия. Ее смерть была неожиданной, и она хотела как-то успокоить свою мать. Доктор Ньютон После смерти вы сразу отправляетесь в духовный мир. Субъект Нет Я должна попрощаться со своей матерью, поэтому я хочу какое-то время побыть около земли, пока она не узнает о том, что произошло. Доктор Ньютон Хотите ли вы еще кого-нибудь навестить, прежде чем отправитесь к своей матери? Субъект Колеблется, затем хрипло, да? У меня есть старый приятель. Его зовут Фил. Я сначала загляну к нему. Доктор Ньютон Мягко, я понимаю. Вы любили Фила. Субъект Пауза, да, но мы никогда не были женаты. Я Просто хочу прикоснуться к нему еще раз. Я в действительности не устанавливаю с ним контакт, потому что он глубоко спит без сновидений. Я не могу долго оставаться здесь, потому что я хочу оказаться рядом с матерью до того, как она узнает обо мне. Доктор Ньютон Не слишком ли вы поспешны с Филом? Почему вы не подождете подходящей фазы сна и не оставите ему послание? Субъект Твердо, мы с Филом уже давно не связаны. Мы имели отношение, когда оба были молоды. Он, скорее всего, уже не думает обо мне. Вряд ли уловит мое послание во сне. Остающегося следа моей энергии будет на данный момент достаточно, потому что мы опять будем вместе в духовке. Доктор Ньютон Покинув Фила, вы направляетесь к матери. Субъект Да, я начинаю с обычного мысленного контакта, пока она не спит, но у меня ничего не получается. Она очень грустит. Ее печаль из-за того, что она не находится рядом со мной, поглотила ее. Доктор Ньютон Какие методы вы уже испробовали? Субъект Я проецирую свои мысли вместе с оранжево-желтым светом, подобным пламени свечи, и помещаю этот свет вокруг ее головы, посылая ей мысли любви, но безуспешно. Она не понимает, что я рядом с ней. Я готовлюсь действовать через ее сновидение. Доктор Ньютон Хорошо, Сильвия, медленно продемонстрируйте мне это. Пожалуйста, сначала расскажите мне, выбираете ли вы одно из сновидений вашей матери, или вы можете создать свое собственное. Субъект Мне еще не очень хорошо удается создавать сновидение. Мне гораздо легче использовать одно из ее сновидений, войти в него, добиться наиболее естественного контакта, и затем принять в нем участие. Я хочу, чтобы она совершенно отчетливо узнала меня во сне. Доктор Ньютон Прекрасно, теперь давайте вместе пройдем через этот процесс. Субъект Первые два сна не годятся. Один просто бессмыслица. Другой представляет собой фрагмент прошлой жизни, где меня нет. Наконец, ей снится, что она гуляет в одиночестве в полях вокруг моего дома. Имейте в виду, что в этом сне она не испытывает печали. Я еще не умерла. Доктор Ньютон Чем же хорош этот сон, Сильвия, если вас нет в нем? Субъект Рассмеявшись в ответ, послушайте, разве вы не понимаете, я собираюсь плавно войти в этот сон. Доктор Ньютон Вы можете изменить сновидение, чтобы включиться в него. Субъект Конечно, я появляюсь на другом конце поля, приводя характер своей энергии в соответствии с мыслями моей матери. Я проецирую себя в такой, какой она видела меня в последний раз. Я медленно иду по полю, давая ей возможность привыкнуть к моему присутствию. Я машу ей рукой и улыбаюсь, и затем подхожу к ней. Мы обнимаемся, и теперь я посылаю волны живительной энергии в ее спящее тело. Доктор Ньютон И что это дает вашей матери? Субъект Эта картина проникает на высший уровень сознания моей матери. Я хочу, чтобы сон остался с ней после того, как она проснется. Доктор Ньютон Как вы можете быть уверены, что она не решит, что этот сон – просто результат ее желания видеть вас, и не проигнорирует его, как нечто нереальное. Субъект Влияние такого живого сна очень велико. Когда моя мать проснется, в ее уме останется яркое воспоминание об этой сцене со мной, и она догадается, что я рядом с ней. Через некоторое время воспоминание представится настолько реальным, что она примет это. Доктор Ньютон Сильвия, переходит ли образ во сне из подсознательной реальности в сознательную благодаря перемещению вашей энергии? Субъект Да, это процесс фильтрации, во время которого я продолжаю посылать ей волны энергии на протяжении нескольких последующих дней, пока она не начнет осознавать мой уход из жизни. Я хочу, чтобы она верила, что я продолжаю оставаться частью ее и всегда буду вместе с ней. Что касается Фила, то очевидно, что Сильвия не была намерена долго задерживаться рядом с ним, чтобы проявить свои чувства в его подсознательном уме. Обычно мы не видим сновидения во время глубокого сна, дельта стадии активности мозга, когда не происходит быстрого движения глаз. Быстрый сон, когда происходит быстрое движение глаз, известный также как парадоксальный сон, представляет собой гораздо более легкое и поэтому более активное состояние, которое наступает на ранних и поздних стадиях сна. В следующем случае контакт со спящим был установлен в промежутке между снами, возможно потому, что он еще находился в стадии быстрого сна. Души, которые действуют через сны и с которыми я вступал в контакт, входят в сновидение двумя различными способами. 1. Изменение сновидения. Обладающая определенными навыками развоплотившаяся душа, входит в ум спящего и частично изменяет уже существующий сон. Я бы назвал этот метод методом вклинивания, когда душа вступает как актер в действие в процессе развития игры, так что спящий не замечает изменения сценария. Именно таким образом действовала Сильвия в отношении своей матери. Она дождалась наиболее подходящего момента сновидения, чтобы войти в него и мягко подстроиться. Хотя эти манипуляции могут показаться трудными, для меня совершенно очевидно, что второй вариант гораздо сложнее. 2. Создание сновидения. В этих случаях душа должна с самого начала создать и полностью внедрить новый сон. Выткать образы сновидения таким образом, чтобы их смысловое значение отвечало поставленной цели. Сцены в уме спящего формируются или изменяются с целью передачи ему послания. Я воспринимаю это как акт помощи и любви. Если вживление сновидения совершено, недостаточно искусное сновидение не имеет смысла. Спящий продолжает спать. А после пробуждения помнить лишь разрозненные фрагменты сна или вообще ничего не помнит. Чтобы проиллюстрировать терапевтическое использование процесса создания сновидения, я приведу случай с субъектом уровня 5, которого в прошлой жизни звали Бат. Бат был убит в 1942 году в одном из сражений во время Второй мировой войны. Спящим, на которого воздействует Бат, является его брат Олт. Бат – приверженец метода формирования сновидений, и поэтому после своей гибели он вернулся домой, в мир душ, и как следует подготовился к применению этого метода с тем, чтобы утешить Олта. Это один из тех случаев, которые значительно углубили мое понимание тонкого метода интеграции, который развоплошенные души способны применять по отношению к спящим людям. В сжатом варианте этого случая приводится описание методов работы со сновидениями, которым субъекта 6 обучал его гид Эксенер. Случай 6. Доктор Ньютон. Как вы собираетесь, вернувшись в духовный мир, смягчить печаль вашего брата? Субъект. Эксенер работает со мной над эффективной стратегией. Это очень тонкое и деликатное дело, потому что мы здесь находимся с энергетической копией Олта. Доктор Ньютон. Вы имеете в виду ту часть энергетической массы души Олта, которая остается в духовном мире во время его воплощения на Земле. Субъект. Да, Олт и я – члены одной группы душ. Я начинаю с того, что устанавливаю связь с его частью здесь, чтобы вступить в более тесный контакт с энергией Олта на Земле. Доктор Ньютон. Пожалуйста, объясните этот процесс. Субъект. Я подплываю к месту, где пребывает оставшаяся часть его энергии, и быстро соединяюсь с ним. Это дает возможность наилучшим образом запечатлеть отиск энергии Олта. Между нами уже существует телепатическая связь, но я хочу установить с ним более тесный вибрационный контакт, когда окажусь рядом с его постелью. Доктор Ньютон. Почему вы хотите вернуться на Землю с совершенно точным отпечатком энергетического образа Олта? Субъект. Для более прочной связи со сновидением, которое я создам. Доктор Ньютон. Но почему вместо вас другая половина Олта сама не может общаться с ним на Земле? Субъект. Резко это не работает. Это не больше, чем беседа с собой. Это не имеет воздействия, особенно во время сна. Это просто размывается. Доктор Ньютон. Хорошо, поскольку точный отпечаток энергии Олта с вами, что происходит, когда вы оказываетесь рядом с его спящим телом. Субъект. Он беспокойно спит ночью и действительно сильно страдает из-за того, что меня убили. Оксенер научил меня работать между сновидениями, потому что ему самому хорошо удается осуществлять этот перенос энергии. Доктор Ньютон. Вы работаете в промежутке между сновидениями. Субъект. Да, поэтому я могу оставить послания и в том, и в другом сновидении, и затем соединить их для большей ясности. Поскольку у меня есть точный отпечаток энергии Олта, я довольно легко проникаю в его ум и привожу в действие свою энергию. После моего посещения на базе первых двух снов разворачивается третий, как замедленная реакция, и Олт видит нас снова вместе в бестелесном состоянии, которое он не узнает как мир души, но активизация этих притягательных воспоминаний поддерживает его. Примечание. Представители некоторых культур, например, тибетские мистики, верят, что они действительно постигают через сновидение духовный мир, который естественным образом воспринимается как почти физический рай. Доктор Ньютон. Что за сны вы создали? Субъект. Они все первыми покачались и начали играться в воде, и в это время Олт раскачался и взлетел так высоко, что сильно ударился головой о другую ветку и почти без сознания упал в воду. Они не видели, как он падал. Я нырнул и приподнял его над водой, громко позвав остальных на помощь. Позже, уже на берегу, Олт изумленно посмотрел на меня и сказал. Спасибо тебе, Бадди, что спас меня. Я подумал, что благодаря этому событию они приняли меня в свою компанию, но несколько недель спустя Олт и его друзья не позволили мне играть с ними в мяч. Я почувствовал, что не постояв за нас, Олт предал меня. Во время игры мяч попал в кусты, и они не могли найти его. В тот вечер я нашел их мяч и спрятал его в нашем сарае. Мы не были богатыми детьми, и эта пропажа расстроила их игру на какое-то время, пока одному из мальчишек не подарили другой мяч на день рождения. Доктор Ньютон. Какое послание хотели вы передать Олту? Субъект. Показать ему две вещи. Я хотел, чтобы мой брат увидел, как я плачу и, сидя на берегу пруда, держу у себя на коленях его окровавленную голову, а также чтобы он вспомнил, что мы друг другу сказали после того, как он пришел в себя. Второй сон об этой игре в мяч, по окончании которой я веду его в сарай, где все еще лежал тот потерянный мяч. Я сказал Олту, что прощаю ему все проявление его пренебрежения по отношению ко мне, когда мы жили вместе. Я хочу, чтобы он знал, что я всегда с ним, и наша преданность друг другу не может умереть. Он поймет это, когда вернется к старому сараю и найдет мяч. Доктор Ньютон. Нужно ли Олту снова увидеть все это во сне после вашего посещения? Субъект. Смеется в этом нет необходимости, поскольку он вспомнил местонахождение мяча после того, как проснулся. Уолт хорошо запомнил Тео. Что я вложил в его сознание? Его возвращение в наш старый сарай и обнаружение там мяча соединило все детали послания вместе. Это в какой-то степени смягчило боль Олта в связи с моей смертью. Символизм сновидений проявляется в уме на многих уровнях. Какие-то из них абстрактные, какие-то эмоциональные. В данном случае сны, включавшие в себя эмпирические образы, оживили горькие воспоминания об отношениях между двумя братьями в определенном отрезке времени. Последующее объединение было представлено для Олта в третьем довольно тонком сне о том, как обе души снова счастливо пребывают вместе в мире душ. Я долго не мог найти продвинутого субъекта, обучающегося у мастера по части сновидений, такого как эксенер в случае 6. Что касается любых духовных методов, некоторые души проявляют больше склонности, чем другие, к совершенствованию своих навыков и обретению высокого уровня мастерства. В случае 6 Бат не только создал последовательность снов в сознании Олта, но и применил более сложный метод, объединив их для брата одной центральной темой любви и поддержки. В конце концов, Бат обеспечил физическое доказательство того, что он был, использовав для этого спрятанный бейсбольный мяч. Я не умоляю прием Сильвии из случая 5, потому что она очень успешно вошла в сон своей матери и успокоила ее, не нарушая сон. Просто субъект 6 продемонстрировал больше духовного мастерства. Передача послания через детей Если душам трудно проникнуть в ум выбитого из колеи взрослого, они могут обращаться к детям как к посредникам в передаче их посланий. Дети более восприимчивы к душам, потому что они не ограничены сомнениями и не сопротивляются сверхъестественным явлениям. Часто ребенок, выбранный в качестве посредника, является членом семьи умершего. Это очень помогает душе, пытающейся вступить в контакт с оставшимися на земле родственниками, особенно если все происходит в ОД, НОМ и том же доме. Следующий субъект – мужчина, который умер от сердечного приступа во дворе своего дома в возрасте 42 лет. Случай 7 Доктор Ньютон Что вы делаете, чтобы утешить свою жену в момент смерти? Субъект Сначала я пытаюсь обнять Ирэн своей энергией, но я еще не искусен в этом. Субъект относится к уровню 2. Я могу пытаться повлиять на ее печаль, но у меня ничего не получается. Меня это беспокоит, потому что я не хочу уйти, не попрощавшись. Доктор Ньютон Расслабьтесь и медленно продолжайте. Я хочу, чтобы вы объяснили мне, как вы вышли из этого затруднительного положения. Субъект Вскоре я понял, что мог бы немного успокоить Ирэн, установив с ней контакт через Сару, нашу 10-летнюю дочь. Доктор Ньютон Почему вы думаете, что Сара будет восприимчива к вам? Субъект У нас с дочерью особая связь. Она тоже сильно опечалилась из-за моей смерти, но ее печаль по большей части смешана со страхом из-за неожиданности произошедшего. Сара еще не может полностью осознать все это. Собралось очень много соседей, они столпились во дворе и пытаются поддержать мою жену. Никто ж обращает особого внимания на Сару, которая сидит в одиночестве в нашей спальне. Доктор Ньютон Вы рассматриваете это как возможность? Субъект Да, и Сара на самом деле чувствует, что я все еще жив, и поэтому она более открыта и готова воспринять мои вибрации, когда я проникаю в спальню. Доктор Ньютон Хорошо, что дальше происходит между вами и вашей дочерью. Субъект Глубоко вздыхает, мне удалось. Сара взяла вязальные спицы матери. Я посылаю тепло через них в ее руки, и она сразу же это чувствует. Затем я использую эти спицы как трамплин, чтобы достичь ее позвоночника у основания шеи, и касаюсь ее подбородка. Субъект останавливается и начинает смеяться. Доктор Ньютон Что вас развеселило? Субъект Сара хихикает, потому что я щекочу ее подбородок, как я это делал раньше, когда она вечером отправлялась спать. Доктор Ньютон Что вы теперь делаете? Субъект Толпа разошлась, потому что меня вынесли на улицу и поместили в машину скорой помощи. Ирен заходит в спальню, чтобы одеться и отправиться с соседом на машине в больницу, она также хочет проверить дочь. Сара смотрит на мать и говорит Мама, тебе не нужно уходить. Папа здесь вместе со мной, я знаю, потому что я чувствую, как он щекочет мой подбородок. Доктор Ньютон И что же делает ваша жена? Субъект Ирен вся в слезах, но плачет не так сильно, как в начале, потому что она не хочет испугать Сару, поэтому она обнимает дочь. Доктор Ньютон Ирен не хочет поддаваться тому, что, по ее мнению, является фантазиями Сары насчет того, что вы находитесь рядом с ней. Субъект Она еще не верит, но сейчас я готов установить контакт с Ирен. Как только моя жена берет за руку дочь, я быстро преодолеваю расстояние между ними, посылая им обоим поток энергии. Ирен тоже чувствует меня, хотя и не так сильно, как Сара. Они сели на кровать и прижались друг к другу, закрыв глаза. Какое-то время мы оказываемся втроем, все вместе. Доктор Ньютон Чувствуете ли вы, что завершили то, что хотели сделать в этот день? Субъект Да, этого достаточно. Теперь пришло время уходить, я выхожу из них и выплываю из дома. Затем поднимаюсь высоко над местностью и растворяюсь в небе. Вскоре я вхожу в яркий свет, где меня встречает мой гид. Контакт через знакомую обстановку Из последнего случая может показаться, что душа умершего, однажды соприкоснувшись с теми, кто ее любит, затем уходит в мир душ, больше не пытаясь устанавливать контакт с ними. Некоторые люди чувствуют присутствие души умершего близкого человека не сразу после его смерти, а некоторое время спустя. Те из них, которые после периода горестных переживаний достигают стадии большей открытости и восприимчивости, могут обрести утешение, узнав, что те, кого они любили, все еще держат их в поле своего внимания. Хотя есть и такие, кто так ничего никогда и не улавливает. Души не так легко отказываются от нас. Один из методов, с помощью которого они соприкасаются с людьми, это окружающая обстановка, которая несет в себе память о них для оставшихся на земле близких. Подобные контакты могут быть эффективными для тех умов, которые закрыты для всех других форм общения с душами умерших. Следующий случай как раз и иллюстрирует этот метод. Мой субъект, женщина, которую в прошлой жизни звали Нэнси, умерла от инсульта после 38 лет супружеской жизни с Чарльзом. Ее муж пребывал в том состоянии горя, которое можно охарактеризовать как нечто среднее между отрицанием и гневом. И его эмоции были настолько скованы, что он не мог не принимать помощь от друзей, не обратиться за помощью к психотерапевту. Как инженер, он обладал аналитическим умом, который отвергал какие бы то ни было варианты духовного подхода к своей утрате, считая это ненаучными средствами. Душа Нэнси пыталась достучаться до своего мужа различными способами в течение нескольких месяцев после похорон. Стоическая натура Чарльза возвела такую стену вокруг себя, что он даже по-настоящему и не плакал после смерти жены. Чтобы преодолеть это препятствие, Нэнси решила, что она могла бы достичь его внутреннего ума через воздействие на его чувство обоняния в соответствующей обстановке, знакомой им обоим. Использование органов чувств душами позволяет осуществить дополнительный контакт с подсознательным умом человека. Нэнси решила воспользоваться садом, особенно растущим там кустом роз, чтобы привлечь внимание Чарльза. Случай 8 Доктор Ньютон Почему вы думаете, что Чарльз отреагирует на ваше присутствие благодаря саду? Субъект Потому что он знает, как я любила мой сад. Он просто мирился с моими растениями. Он знал, что это доставляет мне удовольствие, но для него сад означал просто нескончаемый тяжелый труд. Откровенно говоря, Чарльз очень мало помогал мне по саду. Он был слишком занят своими техническими проектами. Доктор Ньютон Значит, он не обращал никакого внимания на вашу работу в саду. Субъект Нет, пока я не привлекала его внимание к чему-то. У меня был любимый куст белых роз, который рос у входа в дом, и каждый раз, когда я срезала их, я махала ими перед его носом и говорила ему, что если этот сладостный аромат не действует на него, то в таком случае его душа лишена романтики. Мы обычно смеялись над этим, потому что Чарльз на самом деле был в глубине своей души нежным возлюбленным, но не сознавал этого. Уклоняясь от прямого ответа, он обычно подразнивал меня, говоря грубовато. Это белые розы, а мне нравятся красные. Доктор Ньютон Итак, как вы осуществили план с розами, пытаясь сообщить Чарльзу, что вы все еще живы и находитесь с ним? Субъект Мой куст роз погиб, потому что после моей смерти им не хватало внимания. В действительности, весь сад был в запустении, потому что Чарльз им не занимался. Однажды в выходные он прогуливался по саду и приблизился к розам, растущим у нашего соседа. Он уловил их аромат. Именно этого я и ждала, и я живо проникла в его ум. Он подумал обо мне и взглянул на мой уже погибший куст роз. Доктор Ньютон Вы создали в его уме образ вашего куста роз. Субъект Вздыхает? Нет, он бы упустил это в самом начале. Для Чарльза имеют значение лишь инструменты. Я начала с того, что нарисовала в его уме лопату, которой можно копать землю. Затем мы перенеслись к моему кусту роз и садоводческому центру в городе, где его можно было купить. Чарльз вытащил ключи от своей машины. Доктор Ньютон Вы побудили его отправиться к машине и поехать в теплицу. Субъект Усмехаясь, мне пришлось потрудиться, и мне в конце концов удалось. Доктор Ньютон Что же вы делали? Субъект Чарльз ходил потеплиться, пока я могла притягивать его внимание к розам. Были только красные, и это подходило ему. Я проецировала белый цвет в его уме, поэтому он спросил у продавца, почему у них нет белых роз. Тот ответил, что на складе у них остались только красные. Чарльз проигнорировал мои мысли и купил большой горшок красных роз, попросив продавца доставить их к нам домой, потому что он не хотел пачкать свою машину. Доктор Ньютон Что, по-вашему, означает проигнорировал мысли? Субъект Люди в состоянии стресса становятся нетерпеливыми и отступают к привычным установившимся шаблонам мысли. Для Чарльза нормальная роза – это красная. Такова его установка. Поскольку в тот момент в магазине не было белых роз, мой муж не стал бы этим больше заниматься. Доктор Ньютон То есть Чарльз, по существу, блокировал образы, конфликтующие между его сознательными мыслями и тем, что вы проецировали в его подсознании. Субъект Да, и кроме того, мой муж ментально очень устал от моей смерти. Доктор Ньютон А красные розы не годились для осуществления вашей цели. Субъект Категорично, нет? После этого я переключила мою энергию на Сабину, женщину, которую я знала и которая управляла магазином. Она была на моих похоронах и знала, что я люблю белые розы. Доктор Ньютон Я не очень-то себе представляю, к чему это может привести. Ведь там не было белых роз. Чарльз купил красные розы и уехал домой. Не было ли этого достаточно для вас? Субъект Рассмеявшись надо мной, эх вы, люди. Белая роза, это я. На следующее утро Сабина лично привезла на машине большой горшок белых роз. Она сказала моему мужу, что она достала их в другой теплице, и это было то, что я хотела. Затем она уехала, оставив Чарльза растерянно стоявшим во дворе. Он перенес розы к яме, которую он выкопал там, где раньше рос мой старый куст роз, и остановился. Розы оказались у его лица. Он вдохнул их аромат, но что было гораздо важнее, так это волна аромата в комбинации с белым цветом. Мой субъект остановилась из-за слез, так как она заново пережила этот момент. Доктор Ньютон Тихим голосом, у вас все получается очень хорошо, пожалуйста, продолжайте. Субъект Чарльз Наконец, почувствовал мое присутствие. И теперь я распространила свою энергию вокруг него, чтобы включить розы в симметричный ряд. Я хотела, чтобы он вдохнул одно время на аромат белых роз и мою сущность, проникшую в это энергетическое поле. Доктор Ньютон Успешно Субъект Нежно, в конце концов, он опустился на колени рядом с ямой и прижался лицом к розам. Чарльз не выдержал, и слезы потекли у него из глаз. Он долго плакал, пока я держала его. Когда это закончилось, он знал, что я все еще была с ним. В то время как души мужей могут использовать машины или спортивные принадлежности, чтобы напомнить своим супругам о себе, жены, как я заметил, часто обращаются к предметам, связанным с садом. Другой пациент рассказывал мне о том, как его жена воспользовалась посадкой дуба, чтобы установить контакт с ним. Еще до нашей встречи этот человек писал мне. «Даже если то, что случилось со мной, не исходило от моей жены, разве это важно? Главное то, что каким-то образом я использую эмоциональную энергию, производимую моими чувствами, что она была со мной, чтобы активизировать мои внутренние ресурсы, которые прежде не были доступны. Я больше не чувствую себя в темной бездне, куда не доходит сияние света». В разговорах с людьми о подобном опыте, который некоторые называют мистическим, важно учитывать возможности духовного источника. Если мы можем вводить себя в чрезвычайно содержательное эмоциональное состояние в период горестной утраты, мы можем также и исцелить свое внутреннее «я» и узнать о нем много нового. Души могут контактировать с нами через идеи. Ниже приводятся цитаты из письма, которые я получил от бывшего пациента о его умершей жене Гвен. «Я убежден, что наш сеанс помог ему найти наилучший способ получения мысленных посланий жены». «Я узнал, что у всех нас, как у душ, разные способности контактировать друг с другом». «Отправление и получение посланий – это искусство, которое нужно развивать на практике». «Я, наконец, узнал след мыслей Гвен после своих неудачных попыток медитировать на нее». «Она – литературно образованная личность, использующая чаще словесную форму мысли, а не картинки, чтобы вызвать во мне чувства». «Мне пришлось научиться интегрировать вспышки слов, исходящие от нее, переводя их на свой собственный язык, который она знает, чтобы расшифровать то, что она мне говорила». «Мне теперь стало ясно, как я могу соприкоснуться с Гвен своим умом». Незнакомца в качестве посланца в случае 9 «Дерек, мужчина лет 60, приехал ко мне на прием из Канады, чтобы проанализировать свою жизнь и попытаться разрешить свою глубокую печаль». «Когда он был еще молодым человеком, он потерял свою прекрасную четырехлетнюю дочь Джулию. Ее смерть была внезапно, неожиданно, и так потрясла его, что он и его жена решили больше не иметь детей». «Я погрузил Дерека в состояние глубокого гипноза и поместил в перри ОД, последовавший по окончании его предыдущей жизни, когда он появился перед советом. Мы затем выяснили, что одним из главных уроков его текущей жизни было научиться справляться с трагедиями. Это было слабым звеном в опыте двух его прошлых жизней, когда он терпел полный провал и усложнял жизнь оставшихся в живых членов семьи, которые зависели от него. Он гораздо лучше справился с этой задачей в текущей жизни». «Что меня особенно интересовало в этом случае, так это одно событие, произошедшее с Дереком примерно 20 лет спустя, после смерти Джулии». Недавно умерла от рака жена Дерека, и он пребывал в трауре. Однажды, находясь в подавленном состоянии, он отправился в близлежащий парк аттракционов. Через некоторое время он присел на скамейку рядом с каруселью. Слушая музыку, Дерек наблюдал, как дети радостно катались по кругу на ярко раскрашенных деревянных лошадках. Издали он приметил одну маленькую девочку, которая напомнила ему Джулию, и слезы полились у него из глаз. После этого появилась молодая женщина лет 20 и спросила, может ли она присесть рядом с ним. Был теплый день. Она была одета в белое муслиновое платье и держала в руках прохладительный напиток. Дерек кивнул, молча слушал ее, пока она рассказывала о том, что выросла в Англии и приехала в Канаду, потому что ее особенно привлекал Ванкувер. Она представилась как Хизер, и Дерек заметил сияние солнечного света вокруг нее, что придавало молодой женщине сияющий ангельский вид. Дереку казалось, что время остановилось, когда разговор зашел о семье и о том, как Хизер собирается устроить свою жизнь в Канаде. Дерек заметил, что говорит с ней как отец. И чем больше они беседовали, тем сильнее он чувствовал, что знает ее. В конце концов, Хизер встала и нежно коснулась плеча Дерека. Она улыбнулась ему и сказала. «Я знаю, что вы беспокоитесь обо мне, пожалуйста, не надо. Со мной все в порядке, и жизнь прекрасно наладится. Я знаю, что однажды мы опять встретимся». Дерек рассказал мне, что когда Хизер уходила и последний раз помахала ему, он понял, что увидел свою дочь и почувствовал покой. Во время нашего сеанса с Дереком перевоплотившаяся душа его дочери Джулии пришла к нему и убедила его, что он в действительности не потерял ее. Когда ПЭБ Страдаем об отсутствующих людях, которых мы любим. Они могут прийти к нам мистическим образом, часто когда наш ум свободен и не погружен в альфа-состояние. Принимайте такие моменты, как послание оттуда, и позвольте им поддержать вас. Ангелы и другие небесные существа В последние годы наблюдается возрождение популярности ангельской темы. Римская католическая церковь определяет ангелов как духовных, разумных, бестелесных существ, которые являются слугами и посланниками Бога. Христианская церковь считает, что эти существа никогда не воплощались на земле. Мы представляем ангелов, облаченными в белое, с крыльями и сиянием, теологические образы, которые дошли до нас из средних веков. Многие пациенты, особенно глубоко верующие, которых я в процессе регрессии погружаю в духовный мир, поначалу думают, что видят ангелов. Такая реакция подобна впечатлениям некоторых людей, имевших опыт пребывания вне тела, в состоянии клинической смерти. Однако, независимо от имеющихся религиозных убеждений, мои субъекты вскоре приходят к пониманию, что эфирные существа, которых они воспринимают в состоянии гипноза, представляют их гидов и близких им родственных душ, пришедших встретить их. Эти духовные существа окружены белым светом и могут являться в одеждах. В моей практике гидов иногда описывают как ангелов-хранителей, хотя наши личные учителя представляют собой существа, которые воплощались в физической форме задолго до того, как они поднялись на уровень гидов. Близкие родственные души в развоплошенном состоянии также могут приходить к вратам, чтобы успокоить нас, когда мы в этом очень нуждаемся. Мне кажется, что вера в ангелов у многих людей исходит из внутреннего желания иметь личную защиту. Делая такое наблюдение, я не хочу отбросить веру миллионов религиозных людей в ангелов. В течение многих лет я был лишен веры во что-либо, кроме своего собственного существования. Я сознаю важность веры во что-то более значительное, чем ты сам. Наша вера – это то, что поддерживает нас в жизни, и это касается веры в то, что есть верховные существа, которые наблюдают за нами. Мои исследования имеют целью поддержать и подтвердить идею присутствия благожелательных духов в нашей жизни. Наши духовные учителя имеют различные подходы и методы, так же, как и учителя на Земле. Их бессмертная природа соприкасается с нашим собственным существом самым различным образом. Следующие два случая, приведенные в сокращении, иллюстрируют мое убеждение, что личные гиды и родственные души, как бы их не представляли, устанавливают из того мира с нами контакт, если нам требуется утешение. Случай 10 Приведенные ниже заявления принадлежат Рене, 40-летней вдове, которая потеряла своего мужа Хэри за три месяца до нашей встречи. Я дождался окончания нашего сеанса, чтобы задать ей серию вопросов. Я хотел, чтобы Рене сопоставила сознательные образы и сверхсознательные картины, которые она восприняла от своего гида на ЕД. Доктор Ньютон Имели ли вы какие-либо контакты до нашего сегодняшнего сеанса с существом, которое вы увидели в состоянии гипноза, как на ЕД? Субъект Да, в тяжелые минуты после смерти Хэри на ЕД приходила ко мне. Доктор Ньютон Выглядела ли на ЕД в ваших видениях до сеанса такой же, как и после сеанса? Субъект Нет, я воспринимала ее иначе. Раньше я Думала, что она ангел, а теперь я понимаю, что на ЕД – мой учитель. Доктор Ньютон Отличалось ли ее лицо и поведение, когда вы находились в состоянии гипноза, а того, что вы видели после пробуждения? Субъект Смеется, сегодня были не крылья и гало, а яркий свет, что одно и то же, а ее лицо и мягкость были те же. Я также вижу, что в нашей духовной группе она может быть чрезвычайно инструктивной. Доктор Ньютон Вы имеете в виду больше учителем и меньше консультантом в беде? Субъект Да, возможно, именно так. Сразу после смерти Хэри, когда она пришла ко мне, она была такой ласковой и понимающей. Быстро произносит, что не означает, что она не прекрасна в духовном мире, просто там она более строгая. Доктор Ньютон Делали ли вы что-нибудь, чтобы вызвать на ЕД сразу же после смерти Хэри? Субъект Я плакала и взывала о помощи после похорон. Я обнаружила, что мне нужно быть одной и очень спокойной. Чтобы услышать Доктор Ньютон Означает ли это, что вы больше слышали на ЕД, чем в действительности видели ее? Субъект Нет, вначале я видела, как она летает над моей головой в спальне. Я охватила руками подушку, воображая, что это Хэри, но я перестала плакать. Ее очертания стали туманными после того, как я впервые увидела ее, и я тогда поняла, что мне следует внимательно прислушиваться к ее голосу. В последующие дни я больше слышала на ЕД, чем видела ее. Но мне нужно было слушать. Доктор Ньютон То есть, концентрироваться. Субъект Да? Видите ли, нет? Скорее позволить моему уму оторваться от моего тела. Доктор Ньютон Что происходит, когда вы не очень хорошо слышите, но хотите получить ее послание? Субъект Тогда она общается со мной через мои чувства. Доктор Ньютон Каким образом? Субъект О, я могу ехать одна в машине или прогуливаться, думая о чем-то, например, о том, чтобы что-то предпринять. Она позаботится о том, чтобы я почувствовала себя хорошо, если я действительно должна это сделать, если это правильно. Доктор Ньютон А если действие, которое вы собираетесь предпринять, будет неверным, что тогда? Субъект Наед заставит меня почувствовать, что это нехорошо для меня. Я интуитивно почувствую, что делаю неправильный шаг. Мой следующий случай касается молодого человека, который погиб в автомобильной катастрофе в 1942 году в возрасте 36 лет. Он представляет нам идею ангелов с точки зрения души, вернувшейся на Землю. Случай 11 Доктор Ньютон Расскажите мне, что вы предприняли в отношении своей жены после катастрофы. Субъект Я находился рядом с Бетти три дня, чтобы ослабить ее депрессию. Я поместил себя над ее головой, и наши энергетически. Поля пересекались таким образом, что я мог утешить ее, совмещая наши вибрации. Доктор Ньютон Прибегали ли вы к другим методам? Субъект Да, я проецировал свое подобие перед ее лицом. Доктор Ньютон Успешно Субъект Игриво, сначала она думала, что я Иисус. На следующий день она почувствовала смущение, и на третий день Бетти уже была убеждена, что я ангел. Моя жена очень религиозна. Доктор Ньютон Встревожило ли вас то, что она не узнала вас из-за своих религиозных убеждений? Субъект Вовсе нет. Затем, помедлив, о. Я думаю, что мне было бы приятно, если бы Бетти поняла, что это я, но исправление ее чувства – это моя главная задача. Бетти убеждена, что я небесное божество, и это нормально, потому что я действительно представляю для нее духовную помощь. Доктор Ньютон Чувствовала бы она себя лучше, зная, что это вы. Субъект Понимаете, Бетти думает, что я на небесах и не могу помочь ей. Ее ангел способен это сделать, потому что, на самом деле, это я. Поэтому я маскируюсь. Какая разница, если моя цель помочь ей будет достигнута? Доктор Ньютон Если Бетти не связала вас с вашим замаскированным проявлением, можно ли еще каким-то образом установить с ней контакт на более личностном уровне? Субъект Улыбается через моего лучшего друга Теда. Он постоянно утешает и опекает ее, подсказывая ей, что делать. Позже я витаю над ними обоими, посылая им. Поощрительные послания, субъект рассмеялся. Доктор Ньютон Что вас рассмешило? Субъект Тед не женат. Он уже давно влюблен в Бетти, но она еще этого не понимает. Доктор Ньютон Вас это устраивает? Субъект Весело, но с ностальгической ноткой в голосе, конечно. Я чувствую облегчение от того, что он может сделать для нее то, что я больше не могу. По крайней мере, до ее возвращения ко мне домой. В конце концов, существуют ангелоподобные духи, которые регулярно приходят на Землю между воплощениями, просто для того, чтобы помочь людям, которых они не знают, но которые находятся в тяжелом душевном состоянии. Они могут быть обучающимися целителями, как оказалось в случае с пациентом, который сказал мне следующее. Мой гид и я помогли одному мальчику в Индии, который тонул и был блокирован страхом. Родители вытащили его из реки и пытались привести в чувства, но он не реагировал. Я поместил свои руки на его голову, чтобы успокоить его страх, послал луч энергии в его сердце, чтобы разогреть его тело, и совместил свою сущность с его на какое-то мгновение, чтобы помочь ему освободить легкие от заполнившей их воды и снова включить дыхание. Мы смогли помочь в целом 24 людям в этом нашем путешествии на Землю. Эмоциональное восстановление душ и людей, оставшихся на Земле. Последние слова субъекта 11 о его жене Бетти и слова субъекта 3 о ее муже Кевине касаются вопросов дальнейшей личной жизни тех, кто остался на Земле. Снова влюбившись после смерти супруга, они иногда испытывают чувство вины, словно они совершили предательство. В обоих случаях, в третьем и одиннадцатом, мы видели, что умершие желали лишь того, чтобы их супруги, оставшиеся в живых, были счастливы и любимы. Однако одно такое пожелание близких нам душ не гарантирует, что мы легко сможем провести границу между нашими любовными переживаниями прошлого и настоящего. Люди, у которых первый брак был длительным и счастливым, а затем они потеряли супруга, могут создать прекрасную вторую семью. Это как дань первым супружеским отношениям. Установление других отношений нисколько не умаляет и не обесценивает нашу первую любовь. Наоборот, это лишь подтверждает ее, если только достигается здоровое взаимное понимание. Я знаю, что призывать к освобождению от чувства вины легче, чем добиться этого. Я получал письма от вдовствующих супругов, которые спрашивали меня, могут ли их отошедшие супруги действительно наблюдать за ними вместе с кем-то другим в спальне. В моем кратком описании мира душ я отмечал, что души утрачивают большую часть их негативного эмоционального багажа, когда оставляют свое тело. Хотя это и верно, что эмоциональная травма может запечатлеться в нашей душе и перейти из прошлой жизни в следующую, действие ее приостанавливается до тех пор. Пока мы не воплотимся в новом теле. Кроме того, значительная часть негативной энергии отбрасывается уже на первых стадиях процесса нашего возвращения в мир душ, особенно после перепрограммирования во время установочной ориентации. Когда душа снова возвращается в состояние чистой энергии в мире душ, она больше не испытывает чувства ненависти, гнева, зависти, ревности и тому подобное. Она приходила на землю, чтобы пережить такого рода эмоции и извлечь уроки из них. Но испытывает ли душа печаль, покидая землю? Конечно, она несет в себе определенную ностальгию о хороших периодах ее прошлых жизней на земле. Эта грусть смягчается состоянием блаженного всезнания и таким сильным чувством благополучия, что душа чувствует себя более живой за пределами земли, чем на самой земле. Тем не менее, я обнаружил два рода негативных эмоций, которые существуют в душах и которые проявляются в форме печали. Одну из них я назвал бы чувством кармической вины за принятие неудачных решений, особенно когда из-за наших действий кому-то был нанесен урон. Я рассмотрю эти аспекты позже в связи с кармой. Другого рода печаль души связана не с меланхолией, тоской или унынием по поводу того, как жизнь продолжала свой ход без них после их смерти. Скорее, эта печаль, таящаяся в душе, проистекает из глубинного желания воссоединиться с источником их существования. Я верю, что все души, независимо от уровня их развития, имеют это сильное стремление достичь совершенства. Мотивирующим фактором для душ, приходящих на землю, является духовное развитие. Таким образом, печаль, которую я наблюдаю в душах, связана с отсутствием в их бессмертной природе определенных элементов, которые они должны найти, чтобы их энергия обрела полноту и завершенность. И поэтому предназначение души и заключается в поиске истины через опыт земной жизни с целью достижения мудрости. Для людей, остающихся на земле, важно знать, что их сильная жажда или стремление к чему-то или к кому-то не порывает чувство сопереживания и сострадания ушедшей души по отношению ним к тем, кто горюет об умершем близком. Поскольку бессмертная природа души больше не ограничена индивидуальным характером и физиологическими особенностями физического тела, она пребывает в спокойном состоянии духа. У души есть гораздо более интересные занятия, чем вмешательство в жизнь людей на земле. В редких случаях определенные души бывают настолько расстроены несправедливостью по отношению к ним в их прошедшей жизни, что не желают покидать астральный план земли после смерти до тех пор, пока не получат какое-то удовлетворение, так или иначе разрешив свою проблему. Я подробнее остановлюсь на этом явлении, когда буду рассматривать тему о духах-привидениях. Конфликтное духовное состояние этих душ не связано с печальным чувством относительно того, что вы нашли счастье с кем-то еще, если, конечно, вы не совершили что-то типа убийства своего возлюбленного, чтобы быть другим. Отошедшая душа имеет одно большое преимущество перед теми, кто остался на земле, и оно заключается в том, что она знает, что все еще жива и будет видеть каждого, кто снова значим для нее. Цельность и чистота души предполагает всепоглощающее желание того, чтобы те, кого она любит, имели бы возможность завершить свой жизненный путь так, как они хотят. Если вы желаете, чтобы душа пришла к вам, она, возможно, таки сделает, но в любом случае личное право каждого уважается. Кроме того, часть вашей энергии, которую вы, воплотившись на земле, оставили в мире душ, всегда доступна для этой души. Поскольку души утрачивают многие свои негативные эмоции после возвращения в мир душ, логично допустить, что их позитивные переживания также претерпевают изменения. Например, души чувствуют большую любовь, но эта любовь не ставит никаких условий тем, кому она обращена, то есть она не требует взаимности, она дается свободно. Души демонстрируют вселенский принцип гармонии и слаженности в отношениях между собой, и это находится на таком высоком уровне, который непостижим на земле. Это одна причин, по которой души кажутся одновременно отстраненными от нас и сопереживающими нам. Я слышал, что в некоторых культурных традициях рекомендуется, чтобы оставшиеся на земле позволили отошедшей душе идти своим путем и не пытались устанавливать с ней связь, потому что у душ есть более важные дела. И действительно, души не хотят, чтобы вы становились зависимыми от общения с ними настолько, что не могли бы принять самостоятельных решений. Однако многим из тех, кто продолжает жить, требуется не только утешение, но и своего рода одобрение их новых формирующихся отношений. Я надеюсь, что следующий случай поможет рассеять идею о том, что отошедшая душа не интересуется вашим будущим. Душа уважает ваше право на личную жизнь, если вы удовлетворены и спокойны. Однако, если последующее развитие событий, особенно вновь завязавшиеся отношения с кем-то, вызывают у вас неудовлетворенность и беспокойство, душа может попытаться донести до вас свое мнение. Благодаря двойственной природе души, она способна выполнять одновременно много задач. Это может происходить на стадии уединения души, когда она фокусирует энергию на людей, оставшихся на земле. Душа совершает это для того, чтобы привести нас в состояние большего спокойствия, даже когда мы не взываем к ней о помощи. Случай 12 Джордж пришел ко мне в состоянии глубокого душевного страдания, из-за чувства вины в связи с появлением новой любви в его жизни. Прошло два года после смерти его жены Фрэнсис, с которой он жил долго и счастливо. Джордж хотел знать, невзирает ли она сверху на него, разочарованная развитием его отношений с Дороти. Как мне стало известно, Дороти и ее умерший муж Фрэнк были близкими друзьями Джорджа и Фрэнсис. Тем не менее, Джорджу казалось, что его возрастающее влечение к Дороти может быть воспринято как предательство. Я начинаю этот случай с того момента нашего сеанса, когда Джордж видит Фрэнсис после их прошлой совместной жизни. Д. Р. Р. Н. Теперь, когда вы вступили в круг ваших родственных душ, кто первым вышел вперед? Субъект Выкрикивает, о мой бог, это Фрэнсис, это она. Мне так тебя не хватало, дорогая. Она так прекрасна. Мы были вместе. С самого начала. Д. Р. Н. Вот видите, вы никогда по-настоящему и не теряли ее в своей текущей жизни, не так ли? И она будет ждать вас, пока вам не придет время возвращаться. Субъект Да? Я всегда чувствовал это. Но теперь я знаю. Примечание Джордж потерял самообладание, и на какое-то время пришлось прервать разговор. Я побуждаю моего субъекта привыкнуть к тому, что снова можно обнимать жену и разговаривать с ней через его сверхсознательный ум. Он очень верит в то, что его и мой гиды сговорились устроить ему это. Я объясняю, что информация, которую он получит, должна помочь ему продолжать свою жизнь с Дороти. Катализатор такого сознания становится очевидным, когда мы начинаем рассматривать других членов духовной группы Джорджа. Доктор Ньютон Я хочу, чтобы вы назвали тех, кто стоит рядом с Фрэнсис. Субъект Радостно. О, надо же. Не могу поверить. Но теперь, конечно, все понятно. Доктор Ньютон Что понятно Субъект Это Дороти и... Очень эмоционально И Фрэнк, они стоят вместе рядом с Фрэнсис, улыбаясь мне. Вы разве не видите? Доктор Ньютон Что именно? Субъект Что они свели нас? Ближе друг к другу, Дороти и меня. Доктор Ньютон Объясните, почему вы думаете? Что это так? Субъект Слегка раздраженно, а несчастливы, что мы нашли друг друга в близких отношениях. Дороти долгое время оплакивала смерть Фрэнка, и горе, которое мы оба испытываем, рассеивается благодаря нашему сближению. Доктор Ньютон И вы видите, что вы все вчетвером относитесь к одной и той же группе душ. Субъект Да, но я и не подозревал, что это так. Доктор Ньютон Чем Фрэнсис и Дороти как души отличаются друг от друга? Субъект Душе Фрэнсиса свойственны учительские качества, в то время как Дороти более артистичная и творческая. Нежная Дороти спокойная душа, и она легче приспосабливается к существующим условиям, чем кто-либо из нас. Доктор Ньютон Теперь, когда вы получили одобрение от Фрэнсис и Фрэнка, что Дороти получит от общения с вами, став вашей второй женой в этой жизни. Субъект Уют, понимание, любовь. Я могу дать ей больше защиты, потому что у меня имеется определенная цель. Я подвергаю сомнению те вещи, которые Дороти принимает как должное. Она очень покладиста. Мы хорошо дополняем друг друга. Доктор Ньютон Является ли Дороти вашей изначальной родственной душой? Субъект Категорически нет, это Фрэнсис. Дороти обычно сходится с Фрэнком в их жизнях, но мы все очень близки. Доктор Ньютон Работали ли вы с Дороти вместе в других жизнях? Субъект Да, но в разных ситуациях. Она часто принимала на себя. Роль моей сестры, племянницы или близкого друга. Доктор Ньютон Почему вы обычно сходитесь с Фрэнсис, как с вашей близкой и родственной душой? Субъект Фрэнсис и я были вместе с самого начала. Мы так близки потому, что мы вместе боролись, помогая друг другу. Она всегда была способна заставить меня взглянуть со смехом на мой чересчур серьезный характер, на мою глупость. Когда я завершил эту часть нашего сеанса, я почувствовал, что Джордж очень вдохновился. Он обрадовался, узнав, что его сближение с Дороти не было случайным. Эти четыре души знали заранее развитие событий в их текущей жизни. Подобную же информацию я получал от пациентов, которые находились в разных духовных группах с их новым объектом любви, но они были связаны друг с другом, как души из соседних групп. Я обнаружил, что большинство людей знают, когда человек, с которым они живут, не является их важной родственной душой. Это не означает, что они не могут иметь хороших взаимоотношений с душами из других групп. Я процитирую высказывание одного пациента, который в его прошлой жизни умер раньше своей жены. Когда я пытался успокоить свою жену после моей смерти, я делал это как друг и партнер. Мы не были по-настоящему влюблены друг в друга. Она не была для меня близкой и родственной душой, и я не был таким для нее. Нам нужны были эти отношения для того, чтобы проработать какие-то вещи, которые влияли на наши сильные и слабые стороны. Итак, я не говорю ее уму. Я люблю тебя, потому что она бы поняла, что это не так. И тогда она приняла бы мой дух за ее родственную душу. Мы выполнили наш жизненный контракт, и я бы хотел, чтобы она, если пожелает, приняла в свое сердце другую личность. Воссоединение с теми, кого мы любим. Уместно закончить эту главу о смерти случаем, который демонстрирует, что значит для родственных душ воссоединиться уже в мире душ. Случай связан с вдовой, которая встречает своего мужа у входа в послесмертный мир после долгой разлуки. Случай 13 Доктор Ньютон Кто встречает вас сразу же после смерти? Субъект Это он Это Эрик Ах! Наконец! Наконец! Моя любовь! Доктор Ньютон Успокоив пациентку, это ваш муж Субъект Да, мы встретились сразу же, как только я перешла эту грань, даже до того, как я встретила нашего гида. Доктор Ньютон Расскажите мне, как разворачиваются события, в том числе, как вы обмениваетесь нежными чувствами с Эриком. Субъект Мы начинаем с глаз На небольшом расстоянии Глубоко проникая взглядом друг в друга И понимание, полное знание всего потоком связывает наши умы, знание всего, что мы значили друг для друга. Наши энергии вливаются в магнетическое поле неописуемой радости, соединяющей нас вместе. Доктор Ньютон Принимаете ли вы в этот момент тот облик, который у вас был в прошлой жизни? Субъект Смеясь, да, очень быстро мы начинаем с нашей первой встречи, как мы представлялись друг другу, и проходим через все фазы изменений тела на протяжении нашего долгого брака. Мы не принимаем какой-то неизменный облик, потому что мы не сосредотачиваемся лишь на одном годе нашей совместной жизни. Наш облик представляет собой сейчас, скорее. Вращающиеся сгустки энергии Мы даже вспоминаем другие тела, которые у нас были в наших предыдущих совместных жизнях. Доктор Ньютон Были ли вы обычно женщиной в этих жизнях? Субъект В большинстве случаев Попозже мы вернемся к смешанным вариантам, потому что нам было неплохо в наших прошлых жизнях, когда он принимал женское тело, а я мужское. Пауза Но сейчас приятно почувствовать себя теми людьми, которыми мы были в нашей последней жизни. Примечание Моя пациентка просит, чтобы в течение нескольких минут я не задавал бы ей вопросов. Она и Эрик обнимаются. Затем она снова стала рассказывать мне о том, как потоки их энергии сливались вместе. Субъект Это экстаз слияния. Доктор Ньютон Эта духовная страсть мне представляется почти эротической. Субъект Конечно, но это значительно больше. Я не могу полностью это описать, но восторг, который мы испытываем по отношению друг к другу, исходит из комбинации сотен наших совместных жизней и воспоминаний о состоянии блаженства, в которое мы погружались, когда воссоединялись между жизнями. Доктор Ньютон И что вы чувствуете после того, как ваша энергия смешивается с энергией вашего мужа? Субъект Рассмеялась, как во время прекрасного секса, только лучше. Затем уже более серьезно. Поймите, что я умерла в 83 года. Я была старой, больной женщиной. Уставшей Это была долгая жизнь, и я была подобно холодной печке, которую нужно было растопить. Доктор Ньютон Подобно холодной печке Субъект Да, мне нужно было обновить, восстановить энергию. Мы всегда получаем позитивную энергию, когда нас встречают наши гиды или кто-то, кого мы любим. Эрик воспламеняет мою уставшую энергию. Он зажигает огонь внутри меня, чтобы я восстановила свою целостность. Доктор Ньютон Когда эта встреча заканчивается, что вы оба делаете? Субъект Приходит наш учитель, приветствуя меня, и меня препровождают сквозь туман в наш центр. Рассказ субъекта о том, что возвращение в послесмертный мир позволяет душе восстановить свою целостность, требует пояснения. Мы получаем заряд новой энергии от родственных душ и гидов, которые также могут передать нам часть нашей энергии, которая оставалась в мире душ. Однако, как я уже говорил, когда мы обсуждали духовную ностальгию, полная целостность не может быть достигнута до тех пор, пока мы не завершим всю нашу работу. Несмотря на это, восстановление того состояния нашей энергии, в котором мы были до начала только что окончившейся жизни, создает ощущение вновь обретенной целостности. Субъект видит это следующим образом. Смерть подобна пробуждению после долгого сна, во время которого у вас было просто мутное сознание. То облегчение, которое вы при этом чувствуете, подобно облегчению, наступающему после того, как вы поплачете, только здесь вы не плачете. Я попытался показать смерть с точки зрения души, чтобы облегчить боль тех, кто остается. Как говорил Платон. Освободившись от тела, душа способна ясно увидеть истину, потому что она становится чище, чем была до этого, и вспоминает чистые идеи, которые она знала раньше. Те, кто остаются жить, должны учиться действовать уже без физического присутствия личности, которую они любили, веря, что отошедшая душа все еще с ними. Однажды мы окончательно принимаем нашу утрату. Исцеление – это последовательность ментальных шагов, которые начинаются с веры в то, что вы на самом деле не одни. Для того, чтобы полностью выполнить жизненный контракт, который вы заранее заключали с отошедшей душой, необходимо воссоединиться с оставшимися на земле людьми, как с действительными участниками вашего контракта. Вы скоро снова увидите свою любовь. И я надеюсь, что мои многолетние исследования жизни, которую мы ведем как души, сможет помочь живущим на земле понять, что смерть – это лишь смена одной реальности на другую в длительном процессе нашего существования. Глава 3. Земные духи. Астральные планы. Когда мои субъекты во время наших сеансов описывают свое восхождение в послесмертный мир духа, как переход через туманные слои полупрозрачного света, я вспоминаю об астральных планах, о которых мы читали в различных восточных текстах. Должен признаться, что меня совершенно не привлекает идея жесткой и многоступенчатой иерархии качеств известных семи планов существования, восходящих от низшего к высшему, которая пришла из духовной философии Востока. Дело в том, что мои пациенты не видят никаких признаков всех этих планов. Вообще, это человеческая слабость – категоризировать понятия, чтобы как-то систематизировать их. В своих описаниях послесмертного мира душ я долаю то же самое, как и любой другой. Возможно, это даже лучше, что мы просто принимаем те идеи или принципы, в которых мы видим определенный духовный смысл, и отвергаем все остальные идеи, независимо от их древности или чьего-то авторитетного мнения об их истинности. Причина моих возражений в отношении жесткой схемы особых планов существования, выстроенных по возрастающей от земли к Господу, заключается в том, что эти состояния представляют собой ненужные препятствия. Все мои исследования с субъектами, введенными в высшее состояние сознания, свидетельствуют о том, что после смерти мы из одного астрального плана, окружающего Землю, прямиком направляемся через врата послесмертного мира душ. И не имеет значения, является ли мой субъект молодой душой или высоко продвинутой старой душой, все они рассказывают мне о том, что сразу же после смерти их душа проходит через плотную атмосферу света вокруг астрального плана Земли. Этот свет имеет темноватые или серые участки, но никак не черные непроницаемые зоны. Многие описывают эффект туннеля. Все души, оторвавшись от Земли, затем быстро перемещаются в сферу яркого света духовного мира. И это единственное эфирное пространство, вокруг которого нет зон и границ. В самом мире душ, все так называемые пространства или места, доступные для перевоплощающихся душ, соизмеримы и сравнимы. Например, распространенная на Востоке традиция записей Акаша, не представляется моим субъектом, существующей на некоем четвертом причинном плане, отдельно от других функциональных. Зон. Мои субъекты называют эти записи книгами жизни, которые хранятся в символических библиотеках, находящихся по соседству с другими духовными местами. Я признаю, что за пределами духовного опыта перевоплощающихся душ и, соответственно, рамок моих исследований, существует огромная сфера. Возможно, вся идея космических планов является в основном попыткой осмыслить ступени неземного сознания в сравнении с движением, ограниченного рамками земного сознания. Исторически сложилось так, что в человеческой мысли значительно преобладала традиция выделения особых сфер, включающих преисподнюю, мир, выдуманный для недостойных душ. Мы поговорим об этом подробнее в главе 6. Когда мои субъекты рассказывают о межпространственных перемещениях, я думаю, что это можно интерпретировать как прохождение души через различные планы. Слово «планы» используется не так часто, как слова «уровни», «грани», «границы», «секции», за исключением случаев, когда пациенты упоминают Землю. Люди в состоянии гипноза сообщают, что внутри астрального плана, окружающего Землю, альтернативные или сосуществующие реальности являются частью нашего. Физического мира. Вероятно, внутри этих реальностей некоторые люди нашей физической реальности могут видеть нематериальных существ. Мне рассказывали о множестве межпространственных сфер, которые используются душами для обучения и отдыха. Духовные пределы могут быть малы, как стеклообразные перегородки между духовными группами, или велики, как зоны между Вселенными. Как мне рассказывали, все пространственные зоны имеют определенные вибрации, и души могут проходить через них, только если их энергетические волны настроены на соответствующую частоту. Более расцветые души объясняют, что абсолютное время, как мы знаем его, похоже, не существует в этих зонах. Имеет ли физический мир Земли подобные свойства, невидимые большинству из нас? У меня был один пациент с философским складом ума, который написал мне следующее после нашего сеанса. Работа с вами позволила мне понять, что наша реальность подобна изображению или образам, которые показывает нам видеопроектор на трехмерном экране неба, гор и морей. Если бы с ним синхронизировать другой проектор с его собственным образцом переменной частоты световых волн и пространственно-временным рядом, то обе реальности могли бы существовать одновременно с материальными и нематериальными существами в одной и той же зоне. Если то, что люди в состоянии транса рассказывают мне об этой системе, имеет под собой реальные основания, то эфирные существа могли бы существовать в различных реальностях внутри одного и того же астрального плана, окружающего Землю, в действительности на самой Земле. Мне кажется, что если бы эти магнетические поля изменили плотность, они бы могли порождать циклические колебания на протяжении веков человеческого времени. Поэтому мы можем быть достаточно чувствительны, чтобы обозревать духов на Земле в любом веке. Возможно, древние действительно могли видеть больше, чем мы в наше время. Духи природы Как-то в телепередаче одна женщина сообщила, что она видела эльфов в своем винограднике. Она сказала, что сначала только слышала их и решила, что тронулась умом. Через некоторое время она могла уже разговаривать с ними и некоторых даже видеть. Она описывала их как существа ростом около двух футов, с остроконечными ушами и одетые в мешковатые штаны. Конечно, многие ее соседи сочли ее сумасшедшие, когда услышали эту новость. Совет, который она получила от этих существ, о том, чем обогащать почву, чтобы значительно увеличить количество и качество урожая винограда, вскоре заставил их принять ее более серьезно. После этой передачи женщину пригласили проверить ее мозговые волны. И оказалось, что при возбуждении ее чувств в отдельных участках мозга наблюдался гораздо более высокий уровень энергии, чем в обычном состоянии. У меня был пациентка, которая также утверждала, что обладает такими способностями. Она была старой душой и в состоянии глубокого транса она сказала. Задолго до возникновения нашей цивилизации здесь обитал народ эльфов, и он никуда отсюда не уходил. Сегодня большинство из нас не видит их, как в прошлом, потому что они настолько стары, что плотность их тел стала очень маленькой, в то время как наши земные тела все еще состоят из тяжелой энергии. Я задал ей еще несколько вопросов, и она добавила. Если камень имеет первый уровень плотности, то дерево второй, а наши тела третий. В таком случае невидимые существа, духи, природы будут иметь степень плотности между четвертом и шестом уровнями. Когда я думаю о женщине, которая видела эльфов в своем винограднике, мне представляется одна картина. Если бы мы могли взглянуть на Землю сквозь призму рентгеновских лучей, она бы напомнила нам ряд прозрачных и мягких топографических пластов. Эти вибрационные энергетические слои различаются по плотности и представляются мне чередующимися реальностями. Отдельные одаренные личности, возможно, могут видеть реальности в этих слоях, но большинство из нас не способны на это. Я также убежден, что многое из нашего фольклора является отголосками воспоминаний душ о жизни в других физических и ментальных мирах. То, что они говорят об этом опыте, находясь в состоянии гипноза, соответствует в той или иной степени мифам и легендам Земли. Душа может иметь контакты с духами деревьев и растений, а также с элементами воздуха, воды и огня. Фольклор и память души будут рассмотрены в последующих главах. Призраки Многие исследователи паранормальных явлений писали о призраках. Я не считаю себя специалистом в этой области, хотя мне приходилось уделять внимание душам, действующим как призраки. Во время лекции меня часто спрашивают, как великодушные духовные гиды могут позволить этим существам оставаться несчастными, скитаясь вокруг в одиночестве. В качестве своего вклада в изучение призраков, я могу предложить лишь обзор того, что, как мне кажется, является неправильными представлениями, и объяснить это явление с точки зрения скорее самих призраков, а не тех, кто видит их на Земле. Я уже несколько дед использовал гипнотерапевтическую практику исключительно для изучения жизни между жизнями, прежде чем у меня появился пациент, который был призраком в течение довольно продолжительного времени после своей прошлой жизни. Я не считаю кратковременных призраков в традиционном смысле этого слова. Например, у меня была пациентка, которая умерла молодой во время пожара в школе, спасая детей. Эта учительница оставалась в зоне города в течение нескольких месяцев, просто проверяя детей и других людей, которые горевали о ней. Когда я спросил, что побудило ее окончательно уйти, она сказала. О, мне это наскучило. Я пришел к заключению, что лишь не большая часть душ когда-либо была призраками, оставалось около Земли больше обычного времени, которое требуется для развоплощенной души, чтобы привыкнуть к своему новому состоянию и затем покинуть Землю. Я не верю, что большое количество призраков заняты тем, что постоянно посещают нас в разных уголках мира. Приведенные ниже случаи показывают, что наши гиды не заставляют нас возвращаться в мир души, если какое-то наше незавершенное дело столь сильно беспокоит нас, что мы не желаем покидать. Астральный план Земли. Я заметил, что это особенно справедливо в случае, если у души очень снисходительный гид. Некоторые гиды предоставляют душам еще больше самостоятельности. И, конечно, гиды, как правило, не являются лично перед нами в момент самой смерти. Большинство душ сразу после смерти испытывает лишь слабое и мягкое ощущение тяги, словно их тянет некая сила. Ощущение становится более заметным, когда мы покидаем астральный план Земли. Без сомнения, высшие существа моментально узнают о нашей смерти. Однако желания умершего уважаются. Помните, что время ничего не значит в мире души. Развоплощенные души не ведут счет линейного времени, поэтому для них дни, месяцы или годы, в течение которых они остаются около Земли, не означают то же самое, что для воплощенных. Призраку, который, скажем, прожил в английском замке 400 лет и затем вернулся в мир души. Этот срок может показаться 40 днями или даже 40 часами. Некоторые люди ошибочно считают, что призраки не знают, что они умерли, или не знают, как выбраться. Да, в каком-то смысле они попали в ловушку, но это скорее ментальные барьеры, чем какой-либо материальные преграды. Эти души не заблудились в каком-то ограниченном астральном плане, и они действительно знают, что они завершили свою жизнь на Земле и перешли в другое состояние. Проблема призрака заключается в одержимой привязанности к определенным местам, людям и событиям, которые они не могут отпустить. Их действия добровольны, но особые гиды, называемые мастерами-спасителями, постоянно ждут знаков, указывающих на то, что растревоженные души готовы покинуть Землю. У нас есть право на самоопределение, даже в опыте смерти. Духовные гиды уважают наши решения, в том числе и самые жалкие. Исходя из имеющейся у меня информации, я могу сделать вывод, что призраки представляют собой менее зрелые души, которым трудно освободиться от земных загрязнений. Это особенно верно в том случае, если их пребывание в состоянии неопределенности длится многие годы. Причины таких задержек самые различные. Возможно, жизнь закончилась неожиданным образом, и душа сошла со своего главного пути. Или этим душам может показаться, что их свободная воля была так или иначе ущемлена. Довольно часто их смерть сопровождалась ужасной травмой. Возможно, они хотят защитить от опасности человека, которого они любят. В 1994 году молодая женщина, ехавшая ночью на машине недалеко от моего дома в горах Сьерра-Невады, на большой скорости слетела вниз с крутой насыпи и разбилась. Никто не видел этой аварии и не заметил с высоты 50 футов обломков машины, среди которых находился трехлетний ребенок, в течение пяти дней боровшийся со смертью. Этот несчастный случай стал широко известен общественности после того, как появилось сообщение о том, что проезжавший мимо места аварии автомобилист увидел призрак обнаженной молодой женщины, лежавшей на шоссе прямо над тем обрывом, где находились обломки машины. Таким вот драматическим образом пришлось этому призраку привлечь к себе внимание, и вовремя, потому что оставалось минимальное время для спасения трехлетнего ребенка. Я полагаю, что основой причины задержки души на Земле является внезапность перемены в их запланированном кармическом пути, которую они воспринимают не только неожиданной, но и несправедливой. Самые распространенные случаи с призраками касаются душ, которые были убиты или жестоко обижены другим человеком. Следующий случай начинается с типичного рассказа призрака, и затем он раскрывает, насколько конструктивно эти вопросы решаются для призраков. Покинутые души Белинда пришла ко мне на прием по поводу всепоглощающего чувства печали, которое она не могла понять и связать со своей настоящей жизнью. Из нашей предварительной беседы я узнал, что ей 47, и она никогда не была замужем. Она переехала в Калифорнию с восточного побережья США 20 лет назад после бурного разрыва с мужчиной, которого звали Стюарт. Он нравился ей, но она разорвала их помолвку после того, как приняла решение изменить свою жизнь и отправиться на Запад, чтобы попробовать себя на каком-нибудь новом поприще. Она предложила Стюарту поехать вместе с ней, но он не хотел оставлять свою работу и семью. Он умолял Белинду выйти за него замуж и остаться там, где они оба выросли, но она отказалась. Белинда рассказала мне, что Стюарт был очень расстроен ее решением, но не последовал за ней. В конце концов он на ком-то женился. Несколько лет спустя Белинда встретила Барта, и какое-то время у них был страстный роман, но в конечном итоге он оставил ее ради другой женщины. Я спросил, не это ли стало причиной необъяснимой грусти Белинды, но она сказала, что нет, что она была задета, но это даже было хорошо, что она не вышла за Барта. Она сейчас поняла, что помимо того, что он был неверный возлюбленный, они не подходили друг другу по темпераменту. Белинда добавила, что по какой-то причине задолго до того, как у нее начались отношения с мужчинами, она испытывала это странное чувство покинутости и утраты. Случай 14 Я всегда, как правило, вожу своих субъектов в их прошлую жизнь, прежде чем мы входим в послесмертный мир души. Эта техника гипноза позволяет постепенно и более естественно обратиться к последующему ментальному переходу после сцены смерти. Я попросил Белинду выбрать самую критическую сцену прошлой жизни, чтобы начать наш разговор. Она остановилась на моменте, когда находилась в отчаянной тоске. Она сказала, что была молодой женщиной по имени Элизабет и жила на большой ферме недалеко от местечка Бет в Англии в 1897 году. И Элизабет на коленях, она вцепилась за фалды пальто ее мужа Стэнли, который волочил ее через проход к парадной двери их дома. После пяти лет совместной жизни Стэнли покидал ее. Доктор Ньютон Что Стэнли говорит вам сейчас? Субъект Начинает всхлипывать, он говорит. Мне очень жаль, но я должен уехать из этой фермы, чтобы посмотреть мир. Доктор Ньютон Как вы реагируете, Элизабет? Субъект Я молю Стэнли не покидать меня, потому что я так сильно люблю его, и что я изо всех сил постараюсь сделать его счастливым здесь. Мои руки болят от того, что я крепко сжимала полы его пальто, когда он волочил меня по полу к выходу. Доктор Ньютон Что вам отвечает муж? Субъект Все еще плача, Стэнли говорит. Я ухожу, на самом деле, не из-за тебя. Мне просто надоело это место. Я вернусь. Доктор Ньютон Вы ему верите. Субъект Я знаю, что какой-то частью своей души он по-своему любит меня, но его потребность изменить свою жизнь и оставить все, что он знал здесь с детства, слишком сильна. После этих слов субъект начинает дрожать всем телом. Доктор Ньютон Немного успокоив ее, Элизабет, расскажите, что сейчас происходит. Субъект Сейчас все кончится. Я больше не могу его удержать. Мои руки недостаточно сильны, мне больно. Субъект трет свои руки. Я падаю на ступеньки прямо перед слугами, меня это уже не заботит. Стэнли садится на свою лошадь и уезжает, и я лишь беспомощно смотрю ему вслед. Доктор Ньютон Видели ли вы его еще? Субъект Нет, я только знаю, что он отправился в Африку. Доктор Ньютон На что вы живете, Элизабет? Субъект Он оставил мне поместье, но я не очень хорошо справляюсь с ним. Большую часть работников пришлось отпустить. Через некоторое время у нас не остается почти никакого домашнего скота, и я едва могу прокормиться, но покидать ферму я не хочу. Я должна ждать его, может он, наконец, решит вернуться ко мне. Доктор Ньютон Элизабет, я хочу, чтобы теперь вы обратились к последнему дню своей жизни. Назовите мне год и обстоятельства, предшествовавшие этому дню. Субъект Это 1919 год, субъекту 52 года, и я умираю от воспаления легких. Я оказывала не очень сильное сопротивление болезни последние несколько недель, потому что я просто существовала. Мое одиночество и печаль. Усилия по поддержанию фермы. Мое разбитое сердце. Теперь я веду Элизабет через сцену ее смерти и пытаюсь вывести ее к свету. Но бесполезно. Она привязана к ферме. Вскоре я обнаруживаю, что эта довольно молодая душа вот-вот станет призраком. Доктор Ньютон Почему вы противитесь тому, чтобы подняться над астральным планом Земли? Субъект Я не хочу, я еще не могу уйти. Доктор Ньютон Почему? Субъект Я должна еще какое-то время подождать Стэнли на ферме. Доктор Ньютон Но ведь вы уже ждали 22 года, и он не вернулся. Субъект Да, я знаю. И все же я просто не могу заставить себя уйти. Доктор Ньютон Что вы делаете сейчас? Субъект Я парю как дух Я беседую с Элизабет о том, как она выглядит и что делает в окрестностях фермы. Она не концентрируется на вибрациях энергии Стэнли, чтобы определить его местонахождение в мире, как поступила бы опытная душа. Дальнейшие расспросы показали, что у Элизабет есть идея о том, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей поместья и сохранить дом за семьей. И действительно, эта недвижимость пустует, потому что все в округе знают, что в доме водится призрак. Элизабет рассказывает мне, что она летает вокруг дома, оплакивая свою покинутость. Доктор Ньютон Как долго вы ожидаете Стэнли в земном измерении? Субъект Ох, 4 года! Доктор Ньютон Кажется ли вам это долгим промежутком времени? Что вы делаете? Субъект Это не что, несколько недель. Я плачу. Оплакиваю свою печаль. Я ничего не могу поделать. Я знаю, что это пугает людей, особенно, когда я перемещаю предметы. Доктор Ньютон Почему вы хотите напугать людей, которые не причинили вам никакого вреда? Субъект Чтобы выразить мое неудовольствие по поводу того, как со мной поступили. Доктор Ньютон Пожалуйста, объясните мне, как все это закончилось. Субъект Меня Позвали Доктор Ньютон А вы попросили об освобождении из этой грустной ситуации. Субъект Долгая пауза, ну, на самом деле, нет. Это своего рода. Но он знает, что я почти готова. Он приходит и говорит мне. Не кажется ли тебе, что уже достаточно? Доктор Ньютон Кто говорит вам это, и что происходит? Субъект Спаситель потерянных душ обращается ко мне, и я удаляюсь от земли с ним, и мы беседуем с ним, пока ждем. Доктор Ньютон Подождите, это ваш духовный гид. Субъект Впервые улыбнулась. Нет, мы ждем моего гида. Этого духа зовут Донни. Он спасает души, вроде меня. Это его работа. Доктор Ньютон Как выглядит Донни, и что он говорит вам? Субъект Смеется. Он выглядит, как маленький гном со сморщенным личиком и в смятом цилиндре. Его борода трясется, когда он говорит со мной. Он говорит мне, что если я хочу остаться дольше, то я могу, но неприятнее ли будет отправиться домой и увидеть Стэнли там. Он очень смешной и смешит меня, но он так нежен и мудр. Он берет меня за руку, и мы движемся в прекрасное место, чтобы продолжить наш разговор. Доктор Ньютон Расскажите мне об этом месте и о том, что там происходит с вами. Субъект Ну, это место для горющих душ, подобных мне, и оно похоже на прекрасный лук, усеянный цветами. Донни призывает меня быть радостной, наполняет мою энергию любовью и счастьем, очищая мой ум. Он дает мне возможность поиграть среди цветов, как в детстве, и предлагает мне половить бабочек, а сам он в это время отдыхает на солнце. Доктор Ньютон Звучит замечательно. Как долго все это длится? Субъект Мой вопрос немного отвлек субъекта, столько, сколько мне захочется. Доктор Ньютон На протяжении всего этого времени говорил ли Донни с вами о Стэнли и о вашем поведении в качестве призрака? Субъект С чувством неприязни он совершенно не касается этого. Спаситель это не тишин, гид субъекта. Эти вопросы будут рассматриваться позже. А сейчас для меня время отдыха. Старое лицо Донни полно такой доброты и любви, он никогда не бронится. Он просто поощряет меня играть. Его работа заключается в том, чтобы помочь мне очистить мой ум и привести мою душу в здоровое состояние. После того, как энергия Элизабет была обновлена, Донни сопроводил ее к тишину, поцеловав ее на прощание. Затем началось предварительное обсуждение, в обычном порядке, как это бывает со всеми возвращающимися душами. Я мог наблюдать беседу Элизабет, и это было поучительно. Вначале она заявила, что ее жизнь в качестве покинутой жены была бесполезной. Конечно, значительную часть своей жизни она провела в тоскливом ожидании, не пытаясь приспособиться к новым обстоятельствам. Но под руководством тишина она увидела, что урок этой жизни не был пустым. В своей нынешней жизни Белинда – независимая и успешная женщина, которая выдержала много эмоциональных бурь. Я уверен, что читатель уже догадался, что Стэнли в этой жизни играл роль Стюарта. Когда я рассказываю эту часть истории людям, некоторые говорят мне, как здорово, она смогла отплатить этому негодяю, и он пережил то, что из-за него пришлось пережить ей. Такая реакция показывает, насколько неправильно мы понимаем кармические уроки. Души Элизабет и Стэнли добровольно приняли на себя роли Белинды и Стюарта. Стюарту нужно было почувствовать эмоциональную боль, которую он причинил Элизабет. Как Стэнли он заключил брачный контракт в условиях культуры и времени, когда женщины были довольно зависимы от своих мужей. Поскольку он резко и бесповоротно бросил ее, его поступок был особенно жестоким. Но это не оправдывает Элизабет, которая безответственно отнеслась к перемене в жизни. Ее страдания и неприятие ситуации было настолько сильным, что она в конечном итоге стала призраком. Приняв на себя роль, подобную той, которую Стэнли играл в ее прошлой жизни, душа Белинды должна была понять, что побуждала его действовать таким образом. Белинда не была женой Стюарта, когда она покинула Восточное побережье, поэтому она не имела таких же обязательств по отношению к нему, какие были у Стюарта в их прошлой жизни, когда он был Стэнли. Однако в этой жизни они снова имели любовные отношения, и Стюарт почувствовал себя брошенным, когда Белинда решила покинуть их город, друзей, семью и попытать счастье в других местах. Поскольку она имела мужество сделать это в одиночку, душа Белинды поняла, что Стэнли бросил ее не из-за сознательного желания причинить ей эмоциональную боль. Стэнли хотел свободы, и Белинда тоже. Белинда перенесла в нынешнюю жизнь печать умонастроения своей прошлой жизни. С кармической точки зрения, Белинда частично сохранила еще печаль, которую она испытывала в прошлой жизни, и которую она не могла осмыслить вплоть до нашего сеанса. Белинда сказала мне, что она все еще думает о Стюарте, и он, возможно, не может забыть ее, так как она была его первой любовью. Они родственные души из одной группы, и я думаю, что скорее всего они примут новые роли в их будущей жизни, в которой смогут учесть и соотнести то, что они усвоили из их предыдущих двух жизней. Для тех из вас, кто задался вопросом, почему Белинде пришлось снова пережить кратковременные любовные отношения с Бартом, не оправдавшие ее надежд, я скажу, что это было испытанием. Барт, член все той же группы душ, добровольно вызвался пробудить в душе Белинды воспоминания о том, как она чувствовала себя в прошлой жизни, чтобы проверить, научилась ли она противостоять эмоциональной боли разбитого сердца. Действия Барта служили также в качестве сигнала для Белинды, позволяющего ей понять в этой жизни, как Стюарт чувствовал себя, когда она бросила его. Лезвие кармы обоюдоострое. Духовная двойственность Несколько лет назад в одном журнале появилась статья о поездках американской женщины, которая однажды, путешествуя по дорогам Англии, почувствовала потребность свернуть на небольшое шоссе, изменив свой первоначальный маршрут. Вскоре она подъехала к заброшенному старому поместью, не Стэнли. Уборщик сообщил женщине, что в доме обитает призрак, который очень похож на нее. Бродя вокруг дома, она почувствовала некую зловещую связь с чем-то. Вероятно, она оказалась здесь для того, чтобы высвободить себя. Две части ее души могли притянуться друг к другу тем же мистическим образом, каким два человека, живущие параллельные жизни, но имеющие одну душу, если возникает непреодолимое стремление. В главе 1 я касался двойственности душ и их способности разделять свою энергию, чтобы жить более чем одной жизнью одновременно. Какая-то часть энергии большинства душ никогда не покидает мир душ во время воплощений. Я рассмотрю тему разделения души в следующей главе, но расщепление энергии души чрезвычайно важно в случаях с призраками. В предыдущем случае, хотя Элизабет, будучи призраком, и пребывала какое-то время в заточении, другая часть ее энергии оставалась в мире душ, работая над уроками и общаясь с другими душами. Эта другая часть может также снова воплотиться и жить новой жизнью, что, как я полагаю, и случилось с женщиной, нашедшей дом с обитавшим там призраком. Я не согласен с некоторыми авторитетами, знатоками призраков, которые утверждают, что призраки являются лишь земной оболочкой бессознательного стержня души. Есть такие жизненные циклы, когда души решают воспользоваться меньшим количеством энергии, чем им понадобилось бы, скажем, для человеческого тела. Однако, если даже они становятся призраками, эти души представляют собой нечто значительно шестьюль шеи, чем просто пустая оболочка энергии. Кто-то мог бы подумать, что часть энергии призрака, оставшаяся в мире душ, могла бы с большей пользой послужить своему обеспокоенному второму эго, которое все еще скитается по земле. Из того, что я слышал, можно заключить, что большинство перемещающихся незрелых душ не способны осуществлять этот переход и соединение энергии самостоятельно. Приведенный ниже отрывок представляет собой отчет родственной души призрака. Этот призрак является молодой душой уровня Ай, бывшей первым мужем субъекта 15. Случай 15 Доктор Ньютон Вы сказали мне, что ваш первый муж. Боб был призраком после его предыдущей жизни. Пожалуйста, объясните мне эти обстоятельства. Субъект Боб стал призраком в самом начале нашей супружеской жизни. Он испытывал такое отчаяние и беспокойство за меня, что не мог уйти. Доктор Ньютон Понимаю. Можете ли вы приблизительно сказать, какую часть своей энергии он взял с собой в ту жизнь? Субъект Кивает головой. Боб имел только около четверти своей энергии, и этого было недостаточно для него в том состоянии ментального кризиса. Он заблуждался. Останавливается. Доктор Ньютон Думаете ли вы, что если бы Боб взял больше своей энергии, предусмотрев этот случай, он мог бы и не стать призраком? Субъект Я не знаю, но думаю, что это позволило бы ему быть сильнее. Легче противостоять печали. Доктор Ньютон Тогда почему он взял с собой на Землю так мало энергии? Субъект Просто потому, что он хотел быть больше занятым своей работой в духовном мире. Доктор Ньютон Меня смущает тот факт, что гид Боба просто не заставил его взять с собой больше энергии. Субъект Отрицательно качает головой. Нет, нет. Нас никогда не понуждают. Мы имеем свободу выбора. И понимаете, Боб не должен был стать призраком. Ему рекомендовали взять больше энергии, но он так упрям, и он также думал о том, чтобы одновременно иметь еще одну жизнь, параллельную жизнь. Доктор Ньютон Правильно ли я понял? Боб недостаточно оценил свои возможности функционировать должным образом в состоянии кризиса, имея тело только с 25% своего энергетического потенциала. Субъект Печально боюсь, что так. Доктор Ньютон И это несмотря на то, что со смертью он освободился от этого тела. Субъект Это не имело значения. Последствия все еще были с ним, и ему не хватило силы справиться с этими обстоятельствами. Доктор Ньютон Как долго Боб оставался призраком до возвращения в духовный мир, где остальная его энергия воссоединилась с ним? Субъект Недолго, около 30 лет. Похоже, он не мог помочь себе. Недостаток опыта Часть его урока Затем нашего учителя позвали Понимаете Те существа, которые осуществляют наблюдение на Земле за обеспокоенными душами Позвали, чтобы забрать часть его и вернуть домой Доктор Ньютон Некоторые люди называют их спасителями заблудших душ Субъект Это название хорошо им подходит, однако душа Боба была не совсем потеряна, только измучена Души, пребывающие в уединении Следующий случай связан с более продвинутым субъектом, который поделился со мной подробностями о существах, которые не являются призраками, но в то же время не желают возвращаться домой после смерти Как мы увидим из этого случая, существует два мотивирующих фактора, которые побуждают эти души уединиться Случай 16 Доктор Ньютон Есть ли такие души, которые после смерти не готовы вернуться в мир душ? Субъект Да, некоторые души, которые освободились от своего физического тела, не хотят покидать Землю Доктор Ньютон Очевидно, все они призраки Субъект Нет, но они могут ими стать, если захотят, но большинство не становится Просто они не желают вступать в контакт с кем бы то ни было Доктор Ньютон И их духовная энергия не отправляется домой сразу после смерти Субъект Не отправляется, если не считать ту часть их энергии, которая никогда не покидает мир душ Доктор Ньютон Я слышал об этом Но позвольте мне спросить, считаете ли вы, что эти души уединяются на короткий срок, или же они остаются в неопределенном состоянии много лет по земному исчислению? Субъект Бывает по-разному Кто-то желает как можно быстрее вернуться в новое тело Эти души не хотят надолго отказываться от физической формы Они отличаются от большинства из нас, которые хотят отдохнуть и отправиться домой, чтобы поучиться Многие души такого типа действительно всегда находятся на передовой линии фронта на Земле Они хотят поддерживать непрерывность своей физической жизни Доктор Ньютон Насколько я понимаю, наши гиды не позволяют нам все время кружить над землей и сразу же входить в новую жизнь Разве эти души не знают, что они должны пройти через нормальный процесс возвращения к своим группам, получения рекомендаций, изучения своих уроков и выбора нового тела? Субъект Смеется, вы правы Но гиды не заставляют возвращаться домой тех, кто находится в состоянии сильного стресса, пока они сами не поймут, какое это благо Доктор Ньютон Да, но им не дадут сразу новое тело, пока они не пройдут период перестройки Субъект Пожимает плечами Да, это так Доктор Ньютон Правда ли так же, что какие-то обеспокоенные души не хотят возвращаться ни на Землю, ни в свою духовную группу? Субъект Да, это другой тип Доктор Ньютон Но если оба типа таких душ не скитаются по Земле развоплощенные существа-призраки, досаждающие людям, то можно ли их назвать обеспокоенными, если все, что они желают, это побыть в одиночестве? Субъект Они отклонившиеся души Их действие – это результат какой-то незавершенности Чего-то травматического Потряшивая их Они не хотят отпустить, и такое поведение необычно Они не будут говорить со своими учителями из-за своего несчастного состояния Доктор Ньютон Почему их гиды все-таки не займутся этим и не вытащат их в духовный мир, несмотря на их сопротивление? Субъект Если заставлять души делать то, что правильно для них, они не извлекут никаких уроков из ситуации, в которой они оказались, из состояния паники и стремления отгородиться от всех Доктор Ньютон Хорошо, но все же мне хотелось бы знать, почему души, которые сразу хотят вернуться на землю, не останавливаясь в духовном мире, не могут тут же получить новое тело? Субъект Разве вы не видите, что помещать обеспокоенную душу в новое тело – это несправедливо по отношению к ребенку, начинающему новую жизнь? Эти души имеют право находиться в уединении, но они в конечном итоге попросят о помощи Они должны прийти к заключению, что не могут прогрессировать в одиночку И новое тело не поможет им, а? Доктор Ньютон Куда отправляются души, которые не хотят скитаться по земле как призраки, но и не желают возвращаться домой? Субъект Печально это может быть любое пространство, которое они хотят для себя создать Они создают свою собственную реальность, вспоминая о физической жизни Некоторые души живут в прекрасных местах наподобие сада Другие, те, кто, например, причинил вред людям, создают ужасные пространства для себя, вроде тюрьмы, комнаты без окон В этих пространствах они запирают себя, так что они имеют не очень много света или общения Они сами себе назначают наказание Доктор Ньютон Я слышал, что обеспокоенные души, те, кто имел отношение к бедствиям или злу, изолируются в мире душ Субъект Это так, но там они, по крайней мере, готовы воспринимать музыку И их энергия исцеляется должным образом, с любовью и заботой Доктор Ньютон Можете ли вы рассказать мне, как наши гиды обходятся со всеми типами душ, находящихся в добровольном заточении? Субъект Они дают им время дойти в своем испытании до конца Это сложная задача для учителей Они знают, что эти души озабочены своей оценкой и реакцией со стороны членов своей группы Они наполнены негативной энергией и не в состоянии ясно мыслить Тем, кто желает им помочь, требуется приложить много усилий, прежде чем эти души согласятся отказаться от своего добровольного заточения Я полагаю, что существует столько же методов убеждения, сколько есть гидов Субъект Несомненно И это зависит от степени мастерства Некоторые учителя не приближаются к обеспокоенной душе, пока ей так не надоест свое собственное уединение, что она попросит о помощи Это может занять какое-то время Пауза Пауза Затем продолжает Другие учителя навещают душу и немного общаются Доктор Ньютон В конечном итоге получают ли все эти обеспокоенные души облегчение Субъект Пауза Скажем так, в конечном итоге все получат облегчение тем или иным образом с помощью различного рода поощрения Смеется или убеждение Те из вас, кто знаком с моей работой, знают, что у меня имеются твердые убеждения относительно влияния, которое память души оказывает на человеческую мысль Изоляция и уединение душ, отраженные в случае 16, могли бы создать впечатление христианского чистилища или места искупления Могла ли эта религиозная концепция возникнуть из фрагментарных воспоминаний души об уединении в мире душ и затем быть опровергнута на земле? Есть много сходства, а также различий между той информацией, которую я обнаружил относительно изоляции душ и понятием чистилища, выдвинутым церковью Христианская доктрина рассматривает чистилище как состояние самоочищения для тех, кто должен уничтожить все следы греха, прежде чем последовать на небеса Я слышал, что некоторые души, находящиеся в изоляции, проходят через самоочищение, в то время как другим требуется восстановление энергии Однако мы не выходим из изоляции полностью очищенными В противном случае не было бы надобности воплощаться снова Кроме того, заключение не является изгнанием В последние годы менее консервативные элементы христианской церкви не столь много акцентируют внимание на аде, как в прошлом Тем не менее, церковь все же отвергает универсализм, веру в то, что все отправляются на небеса Они считают, что души людей, которые умирают, не раскаившись в смертном грехе, проходят через чистилище и затем, в качестве наказания, страдают в вечном пламени ада Быть вечно проклятым, согласно церкви, означает быть отделенным от Бога, в отличие от тех, кто благословлен Христианские церкви просто не приемлют идею о том, что в послесмертном мире все прощаются Согласно моему опыту, все души испытывают раскаяние, потому что они чувствуют свою ответственность за принятые ими решения Согласно тому, что я узнал, энергия души не может быть разрушена или убита, однако ее можно изменить и очистить от земного загрязнения Души, которые желают уединиться после смерти на земле, также не разрушают себя Более того, они чувствуют, что изоляция им необходима, чтобы не загрязнить другие души негативной энергией Есть души, которые не чувствуют себя загрязненными, но они не готовы к тому, чтобы их кто-либо утешал Важная вещь, о которой не следует забывать, это то, что души являются владельцами своей энергии и в своем большинстве просят гидов о том, чтобы Их поместили в центры исцеления и восстановления в послесмертном мире душ Там существуют терапевтические зоны, расположенные к стороне от их духовных групп, где они могут пребывать в изоляции и есть время для раздумий Однако, это форма направляемой терапии Обеспокоенные души, о которых рассказывал субъект 16, еще не решились на то, чтобы получить помощь Все мои случаи свидетельствуют о том, что после смерти у нас есть право отказаться от помощи наших духовных учителей и обходиться без нее так долго, как нам захочется Слушатели на моих лекциях спрашивают меня, находятся ли места добровольной ссылки в более низких планах или в низших мирах Мне кажется, что эти идеи происходят из основанной на страхе догме Возможно, это вопрос семантики Я думаю, что лучшим решением этого состояния является создание душой, стремящейся к одиночеству, своего пространства, своей субъективной реальности Отдельное пространство, находящееся в отдалении от духовного центра душ, представляет собой плод творчества души Я не рассматриваю эти души потерянными в некоем царстве, существующем отдельно от послесмертного мира, где обитают все остальные души Это всего лишь ментальное разобщение Эти души знают, что они бессмертны, но они чувствуют бессилие Только подумайте, что они делают в одиночестве Без всякой помощи они снова и снова проживают свои действия Проигрывают все кармические последствия того, что они сделали другим и то Что те сделали по отношению к ним в их последней жизни Возможно, они причиняли боль другим или другие причиняли им боль Довольно часто я слышу, что они чувствуют себя жертвами событий, которые они не были в состоянии контролировать Они грустны и безумны одновременно Они не взаимодействуют с членами своей духовной группы Эти души страдают из-за само критики и узости, восприятия и понимания Признаться, такие условия в каком-то смысле соответствуют некоторым определениям чистилища Сартер говорил У нас имеется воображаемое я этого мира, обладающее склонностями и желаниями, и настоящее я Я бы добавил к этому высказывание Уильяма Блейка Существует опасность, что наше истинное я сольется в нашем восприятии с этим я В своем собственном пространстве изолированные души отказались от своего воображаемого я, погрузившись в самобичевание Уединение и тихий самоанализ являются важным и нормальным аспектом жизни души в послесмертном мире душ Разница в том, что обеспокоенные души, не желающие возвращаться, еще не готовы искать облегчение своих мук, взывая о помощи, двигаясь вперед и совершая изменения Хорошо, что эти души составляют лишь небольшую часть всех душ, ежедневно переходящих из одного мира в другой Развоплощенные души, которые посещают Землю Есть существа, которые приходят на Землю как туристы и сами никогда не воплощаются на нашей планете Одни довольно продвинутые, в то время как другие совершенно не приспособленные По своей природе эти существа, как их мне описывали, дружелюбные, миролюбиво и готовы помогать Или же, напротив, холодные, надоедливые и даже вздорные Я убежден, что в нашем фольклоре на протяжении тысячелетий эти существа наделялись как устрашающими качествами, так и чарующими Наша мифология указывает на различия между светлыми существами, которые веселы, грациозны и причудливы, и темными, которые угрюмы и скучны Некоторые из этих дохристианских легенд стали частью современных религиозных представлений, отразившихся в существующих в умах людей ярких образах светлого мира, небесной благодати и мира насилия после смерти Довольно большое количество моих субъектов рассказывали мне о том, что между их жизнями на Земле они Не воплощаясь, путешествовали в различные миры, как в нашем пространстве, так и за его пределами Некоторые описывают других нефизических существ, которых они встречали в своих путешествиях Поэтому меня и удивляло то, что только от случая к случаю я действительно получал совсем немного информации от своих пациентов о встречах с другими светлыми существами на Земле мои пациенты видят их Когда сами решают между жизнями посетить Землю, не воплощаясь на ней Их рассказы очень занимательны, о чем свидетельствует следующий случай Случай 17 Доктор Ньютон Поскольку вы описали мне, что с огромным удовольствием путешествуете в физические и ментальные миры между своими жизнями, мне любопытно, что вам известно о других существах, которых вы, возможно, встречаете, когда приходите на Землю Субъект Они плавают по нашей реальности здесь, на Земле, так же, как я это делаю в других измерениях Доктор Ньютон Много ли регулярно воплощающихся на Земле душ вы знаете, которые, подобно вам, приходят сюда? Субъект Нет, по сути дела, это не очень распространено, но мне нравится приходить Многие из моих друзей желают сменить сценарий между жизнями и побыть вне Земли Когда я прихожу сюда, я иногда вижу странных существ, которые мне не знакомы Доктор Ньютон Как они выглядят? Субъект Необычные, странные формы, и тонкие, и плотные Не похожи на людей Доктор Ньютон Давайте поговорим об этом Вы рассказывали мне о способности душ в послесмертном мире душ проецировать человеческую форму Как вы и ваши друзья выглядят, будучи духами на Земле? Субъект Ну, примерно так же, но в таких плотных мирах, как Земля, больше склоняемся к физическому аспекту Чтобы добавить вкус к тому, что мы однажды имели здесь Доктор Ньютон Вы хотите сказать, что находитесь скорее в вещественном состоянии? Субъект Да, вроде этого В мирах, подобных Земле, мы главным образом представляем собой контуры, то есть как бы очерчиваем человеческое тело, прозрачное, как мягкий, рассеянный свет В мире душ, когда мы воссоздаем телесный облик, скажем, из своей прошлой жизни, мы повсюду сияем на полную силу своей энергии Доктор Ньютон Может ли не физическое существо, находящееся в рассеянном состоянии, быть видимым для живущих на Земле? Субъект Хихикает О да Но только определенные люди могут видеть нас как видение, и то не всегда Доктор Ньютон Почему? Субъект Это связано с их уровнем восприятия в определенные моменты, когда мы находимся в их зоне Доктор Ньютон Пожалуйста, если желаете, поместите себя в состояние светящегося прозрачного существа на Земле и расскажите мне, что вы делаете Я хочу, чтобы вы сообщали обо всех встречающихся вам нечеловеческих духах, которые никогда не имели опыта воплощения на нашей планете Субъект Радостно, как посетители, мы парим над горами и долинами, большими и малыми городами Мы подхватываем энергию различных происходящих на Земле схваток и борьбы Всегда интересно сталкиваться с разного рода существами, которые также путешествуют здесь Они знают, что жители Земли боятся нас, и большинство этих существ хотело бы рассеять этот страх Однако Те из нас, которые воплощаются на Земле, знают, что нам нельзя сильно вовлекаться в жизнь людей Доктор Ньютон Имеется в виду, что некоторые существа из других миров не имеют такого права Субъект Да? Доктор Ньютон Я полагаю, что под вовлечением вы имеете в виду вмешательство в чей-то кармический путь Субъект Ну? Да? Доктор Ньютон Но почему бы не помочь людям, если вы в состоянии? Субъект Отрывистое может быть с чувством некоторой вины Видите ли, мы не являемся гидами, посланными на Землю Мы просто посетители, как и другие, которых мы здесь встречаем Это для всех нас путешествие, отдых Если мы сталкиваемся с какой-то нехорошей ситуацией, мы можем уловить момент и быстро Обратить внимание людей на лучший, альтернативный путь Нам действительно доставляет удовольствие Слегка поталкивать людей, чтобы они действовали в своих лучших интересах, вместо того, чтобы направляться по неверному пути Доктор Ньютон Если случится так, что вы окажетесь в нужном месте нужное время Субъект Верно, чтобы дать Легкий толчок в лучшем направлении в критический момент повышает голос, не корректируя серьезное затруднение, как вы понимаете Доктор Ньютон В таком случае вы могли бы считаться хорошими духами Субъект Смеется хорошими по сравнению с чем Доктор Ньютон Пытаясь сформулировать вопрос по сравнению с плохими духами, которые вмешиваются в жизнь и вредят, получая от этого удовольствие Субъект Резко, кто вам это сказал Нет злых духов, только неуклюжие А также беспечные И равнодушные Доктор Ньютон Ну а как насчет печальных духов, или тех, кто дезориентирован, или резвящихся духов, не могут ли они причинять вред Субъект Да, но они не замышляют ничего злого Пауза после этого добавляет Все мы относимся к различным категориям Паря над землей и забавляясь Доктор Ньютон Это я и имел в виду Скажем, призраки Субъект Это духи, находящиеся на земле по их собственной воле Доктор Ньютон Ну а духи пришельцы, которые посещают землю Субъект Пауза Есть такие духи, совершающие межпространственные путешествия, которые, как мы считаем, плохо приспособлены к земле Они не очень-то чувствительны по отношению и земле Они ничего не знают о человеческих существах Доктор Ньютон Терпеливо допытываясь, могут ли они создать проблемы живущим Вертикальный слэш Субъект Несколько раздраженно, да иногда Хотя, возможно, и непреднамеренно Они не являются плохими или злыми Просто неуклюжие и озорные дети Более молодые световые существа могут заблудиться между и внутри пространств Из-за своих забав они сбиваются с пути Мы считаем их шаловливыми юнцами Эти шутники полагают, что земля – это их игровая площадка, на которой они могут пускаться в адские игры с восприимчивыми и легковерными людьми, до смерти пугая их У них довольно весело проходит время, пока их не поймает кто-то из раверов, особых гидов-ловцов, специально командированных на поиски этих шалопаев Доктор Ньютон Это обычное явление Субъект В действительности, я не думаю Они подобны детям, время от времени теряющимся из поля зрения своих родителей Доктор Ньютон Итак, вы не видите злонамеренных духов, направленных сюда какой-нибудь демонической силой Субъект Быстро Нет Иногда мы можем наткнуться на темное, тяжелое существо, которое оказалось дезориентированным в сфере третьей Это место само по себе плотное, но они приходят из еще более плотных мест В любом случае, они хотят прильнуть к нам, потому что они не знают, что творят Мы называем их тяжелоходами, потому что они неповоротливы Доктор Ньютон Вы еще говорили о духах, которые просто равнодушны к людям на земле Субъект Глубоко вздыхает Да, эти могут испугать людей И это потому, что некоторые из них имеют разрушительную природу Они очень неделикатны Доктор Ньютон Подобны слонам в посудной лавке Субъект Да, совершенно не приспособлены к местным обычаям Доктор Ньютон Ну и в случаях, когда различные типы духов досаждают людям, пытаетесь ли вы вмешаться тем или иным образом? Субъект Да, если мы сталкиваемся с тем, что они разбойничают, мы пытаемся остановить их и отогнать Это происходит очень редко Большинство из чужестранцев являются серьезными и деликатными Пауза Я хочу подчеркнуть, что мы не филантропы Мы просто отдыхаем и не хотим загружать себя ответственностью Доктор Ньютон Хорошо, почему в таком случае допускается, что разного рода неподходящие духи приходят на землю и причиняют беспокойство людям, пусть даже непреднамеренно? Разве их гиды не могут должным образом присмотреть за ними? Субъект Невозмутимо, видите ли? Слишком сильный контроль отупляет детей Если бы их держали на поводке, то как бы они обучались? Им не позволяется разрушать или причинять большой вред Доктор Ньютон Еще один, последний вопрос Полагаете ли вы, что различного рода духи, о которых мы с вами говорили, рассеяны в большом количестве по Земле? Субъект Вовсе нет По сравнению с населением Земли, это лишь крошечный процент Лично я порой встречаю лишь несколько таких духов, а иногда вообще их не вижу Это не стабильное или постоянное явление А скорее циклическое Есть нечто таинственное в том, что остается невидимым для живущих, когда лишь наши чувства говорят, что здесь что-то есть Интересно знать, не пробуждают ли в нас духовные путешественники воспоминания о том, кем мы когда-то были и будем снова Демоны или Девы Я думаю, что уместно закончить эту главу обзором некоторых ложных концепций, которые имеются у нас относительно злых духов, хороших духов и духовных Воздействий на Землю Если я ущемлю любимые теории некоторых читателей, пожалуйста, имейте в виду, что мои высказывания базируются на отчетах многих субъектов из моей гипнотерапевтической практики Эти субъекты не видят демонических духов, витающих вокруг Земли Что они действительно чувствуют, когда являются духами, так это обилие негативной человеческой энергии, источающей сильные эмоции гнева, ненависти и страха Эти разрушительные мыслеобразы притягиваются в сознание других негативно мыслящих людей, которые аккумулируют и распространяют еще большую дисгармонию Вся эта темная энергия в атмосфере ущемляет позитивное мышление, мудрость на Земле Древние думали, что демоны являются летающими существами, которые обитают в сферах между небесами и землей и не являются особо злонравными Ранее христианская церковь возвела демонов в статус злых властителей тьмы Как падшие ангелы, они могли прикидываться посланниками скорее Бога, чем сатаны, чтобы обманывать людей Я полагаю, справедливости ради следует отметить, что более либеральные религиозные сообщества наших дней Рассматривают демонов как проявления наших собственных внутренних неконтролируемых страстей, которые могут вергнуть нас в пучину беспокойства За годы моей работы с душами мне не попадался ни один субъект, который был бы одержим другим духом, недоброжелательным или каким-либо еще Когда я заявил об этом на одной из своих лекций, мужчина из зала поднял руку и сказал Все это очень хорошо, о великий гуру, но до тех пор, пока вы не ведете каждого живущего в этом мире в состояние гипноза, не говорите о том, что демонических сил не существует Конечно, это веский аргумент против моей гипотезы, что такие вещи, как одержимость духом, злые демоны, дьявол и ад не существуют Но тем Не менее, я не могу принять никакое другое заключение, если все мои субъекты, даже те, которые верят в существование демонических сил, отвергают их Существование, когда вспоминают о своей жизни вне тела, то есть в качестве душ Время от времени ко мне на прием приходят пациенты, убежденные в том, что Они одержимы некой чуждой сущностью или злым духом Бывают у меня и пациенты, которые верят в то, что еще в их прошлой жизни на них было наложено проклятие Но в процессе гипнотерапевтической регрессии, когда эти пациенты погружаются в состояние сверхсознания, как правило, выявляется одна из трех ситуаций 1. Почти всегда страх оказывается совершенно беспочвенным 2. Иногда дружественный дух, часто один из умерших родственников, пытается установить с человеком контакт А он неверно истолковывает побуждение этого духа, который в действительности желает лишь одного Дать ему любовь и поддержку В таких случаях имеет место нарушение процесса связи между посылающим и получателем Душам не составляет труда осуществлять телепатическую связь между собой Но не все души опытны в установлении контактов с воплощенными людьми 3. Иногда, что бывает очень редко, незрелый дух устанавливает связь с каким-то человеком из-за некоторых своих кармических проблем, которые остались нерешенными на Земле Пример этого – случай 14 Исследователи паранормальных явлений предлагают еще три причины в дополнение к указанным выше, в силу которых определенные люди верят, что они одержимы демонами 4. Грубое обращение в детстве, эмоциональное и физическое насилие со стороны взрослых, в результате чего у ребенка сложилось впечатление, что эти взрослые являются представителями злой силы, которая имеет над ними полную власть 5. Раздвоение личности 6. Периодическое усиление активности электромагнитных полей вокруг Земли, что достаточно серьезно может нарушить мозговую активность человека Идея о том, что люди могут быть одержимы сатанинскими существами, уходит корнями в средневековые системы убеждений Именно основанные на страхе религиозные предубеждения разрушили за тысячу лет бесчисленное количество жизней Большая часть этих суеверий была развеяна за последние две сотни лет, но кое-что сохранилось благодаря религиозным фундаменталистам Экзорцизм, изгнание нечистой силы все еще практикуется в ряде религиозных сообществ Часто бывает так, что пациенты, которые приходят ко мне на прием с жалобами по поводу одержимости духами, не в состоянии контролировать свою жизнь и одержимы разного рода навязчивыми идеями Люди, которые слышат голоса, приказывающие им совершать плохие поступки, как правило, страдают шизофренией, они неодержимы Несчастные или даже озорные души могут курсировать в нашем физическом мире, но они не проникают в умы людей Мир душ слишком организован, чтобы позволить беспорядочную деятельность сбившихся пути душ Факт одержимости каким-либо другим духом не только противоречил бы заключенному душой жизненному контракту, но и разрушил бы ее свободную волю А эти факторы лежат в основе процесса реинкарнации и не могут быть подвергнуты риску Идея о том, что сатанинские существа существуют в качестве внешних сил, чтобы смущать и совращать людей, является мифом, поддерживаемым теми, кто сами желают контролировать умы других Зло существует внутри, возникая в извращенном человеческом уме Жизнь может быть жестокой, но это результат нашей собственной деятельности на этой планете Идея о том, что мы рождены порочными, или что какая внешняя сил завладела умом злонамеренной личности, позволяет определенным людям с большей легкостью принять жестокосердие Это путь рационализации, логического обоснования, преднамеренной жестокости, оправдания и освобождения человеческой расы и каждого из нас лично от ответственности Когда мы сталкиваемся со случаями серийных убийц или историями о детях, убивающих других детей, мы могли бы навесить на них ярлык либо врожденных убийц, либо находящихся во власти внешних демонических сил Это ограждает нас от беспокойной необходимости выяснения того, почему эти убийцы получают удовольствие, причиняя боль другим, почему они таким образом выражают свою собственную боль Не существует душевных монстров Люди не рождаются порочными Скорее, они испорчены обществом, в котором живут, в котором акты жестокости удовлетворяют устремление ущербных личностей Исследования явлений психопатии показали, что причинение боли другим без всякого сожаления компенсирует пустоту, которую они чувствуют внутри себя Акты жестокости являются источником власти, силы и контроля над слабыми людьми Ненависть замещает реальность ненавистной жизни Извращенные умы этих палачей говорят им Если моя жизнь для меня ничего не стоит, то почему бы не забрать ее и у кого-то другого? Зло не является генетическим явлением, хотя если в семье существует традиция жестокого обращения с детьми, то она часто передается из поколения в поколение Насилие и дисфункциональное поведение одного взрослого члена семьи является внутренней эмоциональной реакцией, которая заражает молодых членов Это может привести к развитию маниакального и разрушительного поведения у детей этой семьи Как эти разрушительные для тела факторы, связанные с генетическими особенностями и средой, воздействуют на нашу душу? Насколько мне удалось выявить в ходе моих практических исследований, сила энергии души может в тяжелый период жизни отделяться от тела Некоторые чувствуют, что они даже не принадлежат своему телу Если положение невыносимо, душа имеет склонность к мыслям о самоубийстве, но никак не к тому, чтобы отнять жизнь у другого Я еще подробнее остановлюсь на этом в последующих главах Частично такая запутанная ситуация вырастает из конфликта между бессмертной природой души и характером человеческого ума со всем его генетическим багажом Здесь также может иметь место влияние ненормальной химии мозга и гормональных нарушений, воздействующих на центральную нервную систему, что может загрязнять душу Другой момент, который я обнаружил, заключается в том, что незрелые души часто с трудом справляются со скудным мыслительным процессом обеспокоенного человеческого существа Происходит противоборство души и человеческого я, и сила этого противоборства имеет целью представить миру какое-то одно эго, но в результате приводит к расстройству жизненного процесса Это действуют внутренние, а не внешние силы Отягощенный ум нуждается не в экзорцисте, а в компетентном психотерапевте Души не всегда представляют самое чистое и хорошее в теле, в противном случае они бы не воплощались для личного развития Души приходят на землю, чтобы работать над своими собственными недостатками С целью самопознания и развития душа, выбирая человеческое тело, может решить действовать в союзе или в оппозиции к своей собственной природе Например, тенденции души противодействовать эгоизму и потворству своим слабостям могут не сочетаться с человеческим эго, чья эмоциональная природа Склонна вовлекаться в злонамеренную деятельность ради собственного удовольствия Довольно часто обеспокоенные люди несут в себе различного рода психологические травмы детства, связанные с физическим и эмоциональным насилием по отношению к ним Они либо усваивают и переваривают это, погружаясь в себя и создавая защитную оболочку, за которой прячут свою боль, либо наоборот, направляют свое «я» наружу, систематически вынося себя ментально за пределы своего тела Эти защитные механизмы являются средствами выживания, средствами сохранения нашего здравого смысла, нормального рассудка Когда пациент рассказывает мне, что ему нравится отключаться и практиковать астральную проекцию, потому что внетелесный опыт позволяет ему чувствовать себя более живым Я начинаю искать у него возможные нарушения На самом деле, бывает, что я ничего не нахожу, кроме любопытства Но навязчивое желание ощущать себя вне своего тела указывает на желание убежать от текущей реальности Возможно, по этой причине я обеспокоен теорией внедрения иной, второй души в тело уже живущего человека Это другая форма эскапизма, то есть ухода от реальности Я убежден, что эта теория или концепция, целиком и полностью ложная Согласно ее сторонникам, в настоящее время десятки тысяч душ на нашей планете непосредственно входят в физическое тело, не проходя нормальный процесс рождения и детства Нас уверяют, что эти души являются просветленными существами, получившими разрешение занять тело уже взрослого человека, душа которого желает выйти из него раньше срока из-за невыносимых жизненных условий Поэтому, согласно приверженцам этой теории, внедряющиеся души совершают гуманный акт Я называю описываемое явление санкционированным владением Если эта теория истина, то тогда я должен сдать свои белые одежды великого гуру Ни разу за все годы работы со своими субъектами, находящимися в состоянии регрессии, я не встречал такую внедряющуюся душу Кроме того, сами мои субъекты никогда не слышали о душах в послесмертном мире душ, совершающих такие действия В действительности Они даже отрицают возможность подобных действий, потому что это бы аннулировало жизненный контракт души Позволение другой душе войти в наше физическое тело и принять на себя наш кармический план жизни, прежде всего подрывает саму цель нашего прихода на Землю Это глубокое заблуждение полагать, что внедряющаяся душа может пожелать завершить свой собственный кармический цикл в теле, которое изначально было выбрано и назначено для какой-то другой души Если я, старшеклассник, уйду со своего урока по тригонометрии и приду к первокурснику, сдающему экзамен по алгебре, и скажу ему, что я сдам за него экзамен, чтобы он могу уйти пораньше, то что это будет? Это проигрышная ситуация для обоих студентов, и кроме того, какой учитель допустит такое? Вся эта теория внедрения душ подобна узаконению самоубийства, хотя предполагается, что она предотвращает возможность самоубийства, позволяя избегающей душе уйти от ответственности за упрощение своей жизни Сбегающая душа отказывается от права владения своим телом, чтобы более продвинутый дух, который не желает проходить через сложности детского периода жизни, мог бы принять его Это один из самых слабых моментов теории санкционированного владения Согласно тому, что мне известно относительно получения тела, душе требуются годы для того, чтобы полностью слить свои энергетические вибрации с вибрациями ума полученного им человеческого тела Процесс начинается, когда ребенок находится еще в утробе матери Все важнейшие аспекты нашей личности исходят от души, назначенной для конкретного тела с самого начала Прежде всего вспомните о трех факторах личности, связанных с душой Воображение, интуиция и просветление Затем добавьте такие компоненты, как совесть и творческая потенция Неужели вы думаете, что ум взрослого человека, человеческого тела, не заметит подмены, потери, связанной с ним души? И тогда этот факт выбьет тело из нормальной колеи, вместо того, чтобы исцелить его Я говорю людям, что они не должны беспокоиться об опасности потери своей души Она будет с нами до конца нашей жизни, поскольку мы не случайно имеем определенное тело, на то есть серьезные причины Души с большой ответственностью относятся к своему телу, вплоть до того, что остаются внутри недееспособного тела Они не прикованы к физическому телу Например, душа может находиться в коматозном теле в течение многих лет и не покидать его до самой смерти Такая душа может свободно перемещаться, посещать другие души, которые также путешествуют, на короткое время оставляя физическое тело во время сна Это особенно справедливо в отношении душ в телах детей Души с большим уважением относятся к назначенному им телу, даже если оно им надоело Они оставляют частицу себя в теле, чтобы в случае необходимости быстро вернуться назад Частота их волновой вибрации подобна свету маяка Она помечает их человеческого партнера, то есть занимаемое ими физическое тело Когда энергия души покидает человеческое тело по той или иной причине, никакие демонические существа не имеют возможности быстро проникнуть в освободившийся человеческий ум Это уже другое суеверие Не говоря о том, что таких демонических существ просто не существует Энергия души, отправившаяся куда-то на время, никогда не оставляет полностью ум человека Злобное существо не было бы в состоянии просочиться в него, даже если бы оно действительно существовало Очевидно, что обитатели мира душ осведомлены о склонности людей принимать на веру идеи о темных и нечестивых духах-призраках, которые якобы представляют опасность для души У меня имеется один совершенно необычный и показательный случай, который как раз и свидетельствует об этом Ироническая псевдодемоническая роль, которую принял на себя учитель субъекта 18, чтобы проучить своего злополучного ученика Представляется вопиющей и не укладывающейся ни в какие рамки, но зато чрезвычайно эффективной Этот случай иллюстрирует, как достаточно жестокий юмор может быть использован и в мире душ, чтобы охарактеризовать наши недостатки на земле Случай 18 связан с опытом смерти евангелического проповедника, имевшим место в 1920 году Этот человек всю свою жизнь посвятил тому, что везде и всюду в своем городке в самом южном штате находил присутствие дьявола Во время просмотра жизни этого субъекта он сказал мне Моих прихожан охватывал ужас во время моих проповедей о батских страданиях, ожидающих всех грешников Я начну этот случай с того момента, когда мой субъект достиг врат в послесмертный мир по окончании своей прошлой жизни Случай 18 Доктор Ньютон Вы говорите, что хотя все представляется вам не очень четко, вы плывете в ярком свете и кто-то идет навстречу вам Субъект Да, я несколько дезориентирован. Я еще не привык к новой обстановке Доктор Ньютон Это нормально, просто немного подождите. Пусть это существо плывет вам навстречу, так же как вы плывете к нему Субъект Долгая пауза, и затем громко в ужасе восклицает, о боже, нет Доктор Ньютон Вздрогнув от крика, что случилось Субъект 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 весь затряся, о О, всемогущий боже Это дьявол Я знаю это Я попал в ад Доктор Ньютон Схватив субъекта за плечи, глубоко вздохните и попытайтесь расслабиться, пока мы с вами вместе не пройдем через это Затем мягко, вы не в аду Субъект Перебивает пронзительным голосом Да, но почем уже тогда я вижу дьявола прямо перед собой Доктор Ньютон Лиц субъекта покрылась испариной, и я пытаюсь вытереть ее салфеткой, продолжая одновременно успокаивать его Постарайтесь успокоиться Здесь какое-то недоразумение, и мы скоро разберемся с этим Субъект Не обращая на меня никакого внимания Субъект начинает стонать, раскачиваясь взад-вперед Ноль хохо Кончено Я в аду Доктор Ньютон Я вмешиваюсь более решительно, скажите мне, что именно вы видите Субъект Сначала шепотом, затем громко Гм Существо Демоническое Красно-зеленое Рога Дикий взгляд Клыки Кожа на лице, словно обугленное дерево О Иисусе, дорогой, почему именно я, кто так много говорил во имя Твое Доктор Ньютон Что еще вы видите? Субъект С отвращением, что еще можно здесь видеть? Вы что не понимаете? Прямо передо мной дьявол Доктор Ньютон Быстро, я имею в виду его остальное тело Взгляните пониже головы, что вы видите Субъект Сильно дрожа, ничего Просто тонкое, призрачное тело Доктор Ньютон Оставайтесь со мной Не кажется ли вам необычным то, что дьявол оказался без тела? Теперь быстро переместитесь вперед во времени и расскажите мне, что делает это существо Субъект 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 резко подался вперед и затем с глубоким вздохом облегчения откинулся в кресло О! Какой негодяй! Как же я не узнал? Это Скенлон Он снял свою маску и ухмыляется Доктор Ньютон Теперь я могу расслабиться Кто такой Скенлон? Субъект Мой гид Это он так топорно шутит Доктор Ньютон Как на самом деле выглядит Скенлон Субъект Высокий, с орлиными чертами, седой Смутьян и задира, как всегда Смеется, бравируя, но еще не вполне оправившись Доктор Ньютон Всегда ли Скенлон делает такого рода вещи? Зачем было пугать вас, ведь вы уже были немного дезориентированы, возвращаясь в мир душ Субъект Защищаясь, послушайте, он большой учитель Это его способ Он добился того, что вся наша группа использует маски, но он знает, что я не очень люблю их Доктор Ньютон Скажите мне, почему Скенлон использовал маску дьявола, чтобы напугать вас именно после этой жизни? Поговорите с ним сейчас Примечание Я спокойно жду, пока мой субъект установит ментальный контакт со Скенлоном Субъект Помолчав, сейчас О, я знаю Всю жизнь в своих проповедях я говорил о дьяволе, пугая хороших людей Я уверял их, что они отправятся в ад, если не будут обращать на меня внимание Скенлон обратил мое собственное лекарство против меня ДРН И как же теперь вы относитесь к его методам? Субъект Огорченно, он выразил свою точку зрения Доктор Ньютон Я хочу вас прямо спросить Действительно ли вы верите тому, что вы рассказывали своим прихожанам, что вы всюду видите демонические силы, или у вам были какие-то другие причины говорить это? Субъект Горячо, нет, нет, я верил, что злое существо пребывает в каждом человеке Я не был лицемером Доктор Ньютон Вы уверены, что это не было проявлением ложной набожности? Вы не притворялись? Субъект Нет Я верил в это Меня погубили мой стиль проповеди и любовь к власти над другими, которую эта моя способность давала мне Да, я признаю, что потерпел неудачу Я сделал некоторых моих прихожан несчастными Не видя внутренне присущих людям хороших качеств Я всегда был мнительным из-за своей навязчивой идеи, и это испортило меня Доктор Ньютон Не кажется ли вам что-то, чем вы стали, частично было связано с телом, которое вы выбрали в этой жизни? Субъект Безжизненным голосом Да, мне не хватало сдержанности Я выбрал тело, имевшее смелый ум, и позволил себе сорваться Как проповедник, я занимал слишком воинственную позицию Доктор Ньютон И вы знаете, почему ум вашей души выбрал сотрудничество с телом проповедника, который постоянно запугивал людей? Субъект О я! Черт! Я принял это, потому что такое тело могло дать мне возможность контролировать других Я боялся, что Меня не будут воспринимать достаточно серьезно Доктор Ньютон Вы беспокоились о том, что утратите власть и контроль Субъект Долгая пауза, да что? Я буду Недостаточно убедителен Доктор Ньютон Полагаете ли вы, что Скенлон принижает то, что вы отстаивали в церкви? Субъект Нет, это метод моего учителя Я выбрал тело священника, и он, учитель, помог мне в этом Я просто не туда свернул, сам путь не был ошибочным Моя вера не была чем-то плохим, но я сбился с пути и ввел других в заблуждение Скенлон хочет, чтобы я Понял, что это такое, пугать людей, вместо того, чтобы убеждать их Он хотел, чтобы я испытал тот же страх, который я внушал другим Примечание Я перемещаю субъекта в группу его родственных душ, чтобы побольше узнать о том, как Скенлон учит своих учеников с помощью масок Доктор Ньютон Кто первым выходит навстречу вам? Субъект Нерешительно и настороженно, это Ангел Нежная сияющая белизна Крылья Затем узнав, ну все, я узнал вас всех Достаточно Доктор Ньютон Кто этот ангел? Субъект Мой дорогой друг Диана Она сняла свою маску ангела и теперь смеется и обнимает меня Доктор Ньютон Я не совсем понимаю Души могут принимать любую форму или вид Какую захотят К чему это возня с масками? Субъект Маска подобна риторической фигуре, символу, который можно держать в руке, чтобы надеть или снять для эффекта Диана смягчает непомерную шутку Скэнлона, представ передо мной любящим ангелом, а другие в это время смеются над тем, что произошло со мной Доктор Ньютон Что за личность Диана? Субъект Очень нежная, с большим чувством юмора Она любит практичные шутки, как и большинство членов моей группы Все они знают, что я слишком серьезно ко всему отношусь Я не очень люблю маски, поэтому они и дразнят меня Доктор Ньютон Используются ли маски во время уроков для того, чтобы понять, как следует и как не следует себя вести? Субъект Да, они являются опознавательными символами хорошего или плохого мышления, заблуждений Они отражают черты нашего характера, как положительные, так и нежелательные И мы можем таким образом играть друг с другом Доктор Ньютон Это Скенлон ввел такого рода поддержку для ваших групповых уроков Субъект Смеется, да, и то, что он делает, впечатляет Это был странный случай, и, признаться, я чуть было не купился на розыгрыш Скенлона, когда подумал, что этот мой субъект попал туда, куда никто из других моих пациентов до него не попадал То, как его разыграли у входа в послесмертный мир с использованием маски дьявола, является аномалией Более того, я никогда не сталкивался с гидом, чье поведение было бы столь экстравагантным и провокационным В последующих главах мы увидим, какую важную роль в деятельности группы родственных душ играет драма Использование масок в группе Скенлона в качестве символического средства выражения системы взглядов и убеждений Довольно уникальное явление в моей практике Маски действительно имеют давнюю традицию в нашей культурной жизни Таким образом, персонифицировались божественные и демонические силы, чтобы высмеять духов, внушающих страх, и отдать должное тем, которых почитают Маска дьявола исторически связана с традицией изгнания злых духов в племенах В случае 18 руководитель группы душ позаимствовал мифическую духовную практику, существовавшую на земле, чтобы использовать ее в качестве средства пробуждения или побуждения своих учеников Завершение первой части книги Продолжение этой книги слушайте по ссылке в описании к этому видео или смотрите в подсказке Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!